Остановился я на записочке, где как раз спрашивали меня по празднику к огню в Иерусалиме на Пасху, что сходят. Знаете, я вспомнил такую историю. В Киеве, в Печерскую лавру мы ходили со студентами библейского института. И получилось так, что у нас такой разговор состоялся. С одной стороны был я и наши студенты библейского института, это были евангельские христиане с разных церквей. А с другой стороны были будущие православные пастыри, будущие священники православной церкви, семинаристы. И мы как бы обо всем поговорили. О вере и диспут такой был сообразный. И один из этих семинаристов, будущих пастырей православных, он сказал такое слово. Знаете, вот наша вера истинная, потому что у нас на Пасху огонь сходит. Потому что у нас многие мертвые не гниют после смерти, мощи лежат. И икона плачет. И знаете, я послушал того молодого человека, я узнавал самого себя. Какое-то время назад я сам так говорил и сам так думал. И получается, что моя вера была основана на таких мифах. Мне было жалко того молодого человека, на самом деле, очень жалко. И жалко было тех молодых других людей, семинаристов, чьи мозги бы уже были промыты, религиозные, пропаганды ложные. И Бог дал слово такое необычное. Светвельствовать надо этим людям о том, что живой Бог творит сейчас. И я пример привел. С нами был один студент, бывший наркоман. Андрей его зовут. Он из Мариуполя. Сейчас он живет в Киеве и трудится в Киеве. Так вот, в Мариуполе он был, как в миру говорят, конченным наркоманом уже. У него был очень большой стаж героиновой зависимости и еще другие наркотики. И он потерял человеческий облик вообще. Представляете, он стал даже не животным, а хуже. Он стал растением, как бы. Его мозг потерял свою форму, головной мозг. Он не реагировал, и он вот эти месяцы последней своей жизни, никчемной тогда наркоманской, он был как растение. Просто подопытное растение на больничной койке. И, знаете ли, были гепатиты разные, буквы там разные. Потом его кости гнили, его кровь была заразная. Ему переливали кровь, не помогало это ничего. И в конце концов у него началось такое заражение по всему телу. И он стал большим, толстым и черным. Значит, и тогда наркоманов очень много умирало. В Мариуполе. И решили этих наркоманов развозить по домам, чтобы они дома умирали. И родственники не открыли вот этого Андрея двери. И врачи, эти преступники в бедных халатах, по-другому никак не назовешь их, они что сделали? Просто возле Мусоркина просто не оставили этого человека, растения, умирать. Большого, толстого, черного. И он валялся и умирал там. Стонал. И мы ехали. Вот реальный случай, из реальной жизни. Такого в кино не увидишь, знаете ли? Ужасники не увидишь. И вот, и что получилось? Мимо этой Мусорки как раз проходили, у меня на подъездах, проходили молодые люди. Там церковь есть халатическая, свет мир, и еще одна церковь. Я этих ребят знаю просто хорошо. Они в Киеве потом очень много трудились. И были в нашей церкви тоже в гостях. И, знаете ли, что эти молодые люди, ребята, они шли на бывшую варочную наркоманскую квартиру. Там покаялось все общество их не там. Хозяйка этой квартиры, значит, притон весь покаялся там. И там, на этой квартире собирались молитвенные группы, теперь собиралась. Вот, слава Богу. И они шли туда, на эту квартиру, молиться. И увидели этого Андрея, вот кусок мяса, растения, знаете ли, ну, они всякое, да, они поняли, что у человека уже часы, минуты сочтены жизни его. Хотя он уже и не человек, как бы, по большому счету. Они просто взяли его тело, это, но просто не приволокли на эту квартиру и стали молиться. Кстати, с нами тогда, в этой же группе, с нами со студентами, и вместе со студентами библейского института, были и некоторые ребята из Мариуполя, которые были с наркоцентра. И там такие ужасные истории рассказывали, что, ну, как бы, диву даешься вообще. И то, что у Мотивасяна посмотрел я по улочкам Петербурга, что он снимал там по подъездам, вообще там жуть просто, жуть берет. А это в реальной жизни такое тоже происходит. И знаете ли, и этого Андрея приволокли, и ребята молились за Андрея, молились за него, чтобы он, ну, покаялся, чтобы он покаялся перед смертью. Они признавались потом, что у них не было там сильной веры, может быть, что он исцелится, но хотя бы, чтобы покаялся перед смертью. Но Бог совершил чудо, это Андрей пришел в себя. Во-первых, это нереально вообще, его мозг потерял головную свою форму. И врачи говорили, что у него в голове кисель уже. И он был как растений, он не реагировал ни на что, фактически. А здесь он пришел в себя, он кое-что вспомнил, он понял, в чем он находится. И ему объяснили просто, что вот ты жить не жил, но хотя бы умри по-человечески, хотя бы покаясь, хотя бы у тебя шанс есть сейчас покаяться, примириться. Они рассказали ему об Иисусе, как о Спасителе. И Андрей покаялся, он повторял слова покаяния, это чудо было. И он не умер. И прошло некоторое время, ну, тем же днем, ребята видели, что он не умирает, и стали говорить ему вторую часть Евангелия. Говорили, это еще не вся правда. Раз он не умер, они говорили, вот Иисус вообще не только твои грехи, он взял на себя, но даже и немощь, и болезни твои, и наркоманию твою забрал. И все эти вот заражения, и он взял на себя. И рады ли его, ты исцелен. И они молились за его исцеление, молились за его, по сути, воскресение. Через несколько месяцев Андрей пришел к этим врачам, что его возле мусорки на простыне бросали. Человека растения такое. Пришел на своих двоих за справкой на работу страха. Андрей прошел несколько комиссий. В самом Мариуполе, в Днепропетровске, в Донецке, там еще где-то. И последнее это было Киев, в столице. Он проходил в столице, и из всех митиков только лишь один. Вот в Киеве, он сам был западной Украины, профессор. Вот он лишь только, лишь он признал, что это было, ну, от Бога чудо на самом деле. Он сказал, молодой человек, ему нужно в храм покидать свечку поставить. Это точно Бог. Это невозможно, но факт. Невероятно, но это правда. Потому что в его голове много раз проверка была, нет уже головного мозга как такового, здорового. Просто кисель. А здесь здоровый головной мозг. Гепатиты все ушли. Кровь очистилась, суставы у него были гнилые, исцелились. Как это возможно? Это фантастика. И, так вот, Андрей был с нами. В том учебном году он как раз учился в библейственном институте. Был студентом библейственного института. Кстати, это же не вся история. Она имеет продолжение потрясающее. Он после института с одной девчонкой подружился в церкви, с Киевской церкви. Они потом поженились. Она, тоже бывшая наркоманка, из подвала доставали ее. И она не имела такого страшного, как вот Андрей прошлого. Но тоже, ну как бы кое-что в жизни прошло, ну как бы адского, знаете ли. И, ну тоже по врачебным этим всем показателям была кончена наркоманка уже. Вот, потому что они сказали о ней. И представьте себе, она забеременела. И у нее тоже были гепатиты раньше. Гепатиты были. Несколько букв было гепатитов. А тоже была исцеленной. И у него, а у него весь спектр был вообще болезненный. Значит, и представьте себе, и родился ребенок, здоровый ребенок. Без всяких этих отклонений, как врачи, в дугами, с врачами. Говорили, так вот, ваша история болезни, это Чернобыль отдыхает вообще. То, что у вас, значит, здесь в истории. Это продолжение было. А тогда этого еще не было. Тогда с этой девушкой я вообще познакомился еще тогда. Учился в институте. И знаете ли, что интересно? Этим семинаристом, православным будущим пастором я рассказал эту историю. И Андрей кое-что рассказал сам. Потом мариупольские братья кое-что рассказали о живом Боге. Что он делает в реальной живой жизни сейчас. И знаете ли, что? Надо было видеть красиво, какие лица стали у этих будущих священников. У этих семинаристов. Они услышали и увидели живого Бога, по сути. И знаете ли, что? После этого дебаты все закончились наши. Слава Богу. Бог, особо многого разума, я считаю, прикоснулся к этим ребятам. Многие из них уже дома служат священниками в Киеве, в области. С некоторыми имеем контакты. Они остались в своей структуре. Но они соприкоснулись тогда с живым Богом. С реальным живым Богом. Слава Иисусу. И, друзья мои. Так вот, под этажем этого разговора, я сказал этим братьям-семинаристам. Я говорю, братья, знаете ли, даже если бы... Вот я, например, служу в храме. Если бы в храме не только на Пасху сходил бы огонь, а каждое бы служение своему сходил бы физический огонь. И если бы после смерти не только одиночной на церкви не гнили бы, не разногались бы, а была бы при храме цена галереи бывших членов прихожан церкви. Там группа прославления, там, значит, там... Порядка. Много мощей. Такая мощная церковь была бы. Я говорю, даже это все для меня было бы меньшим чудом, чем вот это одно, но живое чудо. Когда он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Знаете ли, у каждого есть свой почерк. И у каждого Бога есть свой почерк. Есть много богов, хотя они все... Суть ложные боги. Но есть истинный Бог, у него есть свой почерк. Всего, чем он касается, оживает. Он чудотворец. И он есть жизнь и жизнь с избытком. Он есть воскресение даже и жизнь наша. Слава Иисусу. И, друзья мои, и дьявол, как бы он из кожи не вылезал из себя, он все равно несет смерть. Потому что Библия говорит о нем очень страшные вещи. Он человек-убийца от начала. То есть его хлебом не кормит, да и убит человека. Образ Божий. И его жребий, как некого такого духовного амана, лишь один о всех нас, о каждом из нас в этом зале. Украсть, убить и погубить. И, в общем-то, невелик выбор. Знаете ли, мы еще не успели родиться, мы еще в утробе матери, а дьявол уже бросает жребий о нас. Как бы украсть, как бы убить, как бы погубить эту душу. Но и Иисус бросает в свой жребий жизнь или жизнь с избытком. Слава Богу. Друзья мои, и пусть Божье, Божьей жребий в наших судьбах исполнится. А это возможно, если мы живого Бога, открывать все нашу жизнь. Если будем жить с Ним, если будем на самом деле совершать это спасение, идти с Ним вместе. Друзья мои, и, конечно, возвращаясь к теме истории христианства, я упомянул также в прошлом служении первой части семинара, что, начиная с 4-го столетия, очень страшная беда приключилась в историческом христианстве. Эту проблему ученые называют цезарефабизмом. Цезарефабизм, я говорил, что это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего, инструментом, идеологическим работником государства. И уже не Христос глава церкви, и уже невозможно Богу Богово, а Кесарю Кесарево. И именно это стало, знаете ли, началом падения церкви. И большинство ересей, наверное, все самые известные ереси в истории христианства, они воплотились, они стали таким, ну, большой проблемой в жизни церкви исторической, именно как политический заказ. Благодаря политическому заказу тот же самый педобавтизм пришел в жизнь церкви. Педобавтизм, что это такое? Это крещение младенцев. Крещение младенцев. Крещение, которое совершается не по вере самого человека, а как бы за него принимают решение. Без меня меня женили. Или как Тульский один поэт современный написал, без меня меня крестили. Мы с ним общались, и он православный человек, этот поэт. И мы с ним общались на тему педобавтизма, и он говорит, надо же, я не, как бы, уже будучи взрослым человеком, там ему уже 45 или даже около 50 лет, я пришел к осознанию, говорит, тому, ему никто не проповедовал, он сам размышлял, начал читать Библию, и пришел к пониманию, что надо же, меня обманули. Без меня, говорит, меня крестили. Даже без меня меня женили, и не так обидно, а вы мне не так, как без меня меня крестили. Знаете ли, ведь крещение должно быть сознательно верующего человека. Я крестил младенцев, как и тысячи моих коллег, я совершал это в моей прошлой христианской жизни, до 96-го года, я поступал таким образом. Я крестил тысячи младенцев, и не видел в этом ничего предосудительного. Но однажды Бог коснулся меня через Слово Свое, написано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И вот с того самого 96-го года, когда это произошло в моей жизни, я не крещу младенца, принципиально. Я крещу только лишь взрослых, сознательно верующих, верующих в Иисуса Христа людей. И даже своим первым двум детям, мальчику, девочке, дочке и сыну, я говорю, что вам теперь пришло время креститься уже самим по вере в Иисуса Христа. То, что я совершил над вами тогда, когда вы были младенцами, я совершил, думая, что это есть крещение. Но мало ли, что я думаю. Мало ли, что думают люди. Мало ли, что думают церкви. Но есть то, что Бог думает. Если то, что Бог знает. И, кстати, в моем приходе последнем, в традиционной русско-православной церкви, где был священником, настоятелем храма, это было в Брянской уже области, как руководитель хора, как чтец, я поработал и послужил, значит, в Орловской и Московской областях. А уже как священник, трудился в Брязанской и Брянской немного области. Так вот, на своем последнем приходе в Брянской области я столкнулся с протестантской пропагандой. Среди моих прихожан были бабушки, которые приходили и говорили, «Батюшка, так и так, вот нам приносят баптисты какие-то, там написано ЕХБ, там, значит, все как положено. Приносят вот такие брошюрки всякие, с Белоруссии приезжали, как-то евангелисты, я потом уже узнал уже. Так вот, и я говорю, ну, конечно, в печку давайте все это, зачем вам? Вот, и на всякий случай забирал сам у них это все и тоже полил. Но некоторые брошюрки, книжечки, трактаты, перед тем, как в печку их бросить, я, значит, просматриваю. Ну, правда, я, значит. Особенно один из них меня заинтриговал. Написано было большим буквами прямо на обложке, ну, маленькая такая, просто как разворот. Написано, что Библия говорит о крещении младенцев. О, и там написано, союз мавтистов, все как положено. У нас же молодцы, думаю, наверное, как-то они как-то ближе к православию. Все-таки как-то пора им, думаю, образумляться-то, образумиться. Вот. Ну, я же тоже был не лыкан шить. Тоже нас там настрапалили, что вот крестилась такая-то, и весь дом ее, значит, а в доме, значит, были и детки наверняка, там, и прочее. То есть, мы пытались увидеть в Библии то, чего там нет просто. И вот, и, знаете ли, и открываю эту брошюрку, чистый лист. Ну, мало ли. Ну, я не видел подвоха никакого. Я сам был издателем тогда, я был редактором газеты православной, и я понимал, что очень часто, ну, опечатки бывают такие, ну, чистые листы. Закрываю, и написано. Да, Библия ничего не ловит. Такую сумму получился. Ой, ой, ой. Какие хитрые вописки, а? Ай-яй-яй. Кипел мой разу возмущенный. Самое интересное, другие, так надо, позабывал, а вот этот запомнил. Порой молчание громче всякого слова. Порой чистый лист говорит больше, чем большой-большой текст. Слава Богу, друзья. Когда Иисус молчал на суде, это говорило больше любой проповеди. Поверьте. Слава Богу. Так вот, друзья, и, конечно, я вначале восставал против этих учений. Даже написал там статью одну, там такую, в областную газету местную. Не только у себя в газете церковной, православной, где я был редактором. Но и в областной газете написал на развороте статью, мне публиковали ее. Назвал ее «Осторожно, протестанты». И как раз по поводу педапартизма. Я говорю, мы должны крестить младенцев, а они вот такие, такие, наслушались враждебной пропаганды, значит, там, и, в общем-то, как бы, нехристианский у них образ жизни. Вы знаете ли, что, пришел к пониманию, я читаю Слово Божье, перечитывая Библию, пришло осознание мне, что везде, где говорит Библия о крещении, говорит о крещении сознательно. Не по вере другого человека, а по личной вере самого человека. И, знаете ли, это начинало переворачивать мою жизнь. И когда я из истории христианства стал узнавать более детально, как эта традиция появилась в истории христианства, мне было очень стыдно признать тот факт, что это инородное явление пришло к нам извне, и пришло именно благодаря политическому заказу. Потому что властям государственной уже такой системы нужны были христиане верноподданные, добропрядочные христиане, крещеные в системе религиозной. И педобаптизм это такое уродливое детище, именно цезарепапизма, будем так говорить, одно из уродливых детищ. И когда я это осознал по инерции, некоторые месяцы еще я крестил младенцев, но как я себе оправдывал все это? Я оправдывал это примерно так, как отец Георгий Чистяков тогда оправдывал. Я с ним общался в те годы, и он уже покойный, уже ушел в вечности, я могу поэтому говорить о нем. Другие священники, с кем я общался, они еще живы, и я не хочу их подставлять, называть их имена, хотя они и то на слуху в обществе православном христианском. Но Георгий Чистяков тогда мне говорил в Москве так примерно, я в Москву-то приезжал, мы общались, он говорил так, знаешь, говорит отец, ну что, не мы это приняли, не нам это отменять. И вот Георгий, он, знаете, он мне напомнил потом Манилова, я уже вспоминал его в первой части, сегодня опять вспомним. Чистяков был очень порядочный священник, хороший человек, скажу, что он боялся Бога по-своему, но лучше бояться Бога и верить в Него так, как сказано в Писании. Тогда летним и живым потекут жизнь вечную. И знаете ли, что написано недавно в Писании, имейте веру Божью, не абы какую, да, пусть даже и очень крепкую, но именно Божью веру, пусть даже слабую, с горчичным зерном, но Божью. Это лучше, чем огромная, сильная вера, но не Божья вера. Это лучше намного. Бог может, наше ничтожное горчичное зерно, в Его руках оно будет большим на самом деле, а наша огромная, наша сильная вера, знаете ли, люди порой ради своей сильной веры такие вещи делают, но это все негодное, ничтожное, если оно не Божье. И, господа, Ичистяков примерно так мне говорил, при нашей последней беседе с ним как раз, там в храме Космодемиана в Москве, в Старешниковом Переволке, мы общались как раз, и больше с ним я не виделся тогда. Он сказал так, ну знаешь, Годотезовый, ну, по его мнению было так, лет там через 300, через 500, вот православная церковь, она сама собой как-то эволюционирует, как бы, к Евангелию. Вот, сейчас, как бы, мы потерянные поколения, а вот лет через 500, православная церковь, она будет евангельской православной церковью, и, значит, оно как бы само собой, а мы сейчас, как бы, вот, как партизаны, вот, изнутри что-то там, знаете, вот, пытаемся что-то сделать максимальное, там, возможное. Ну, Бог-то видит все, что мы пытаемся что-то сделать, мы не просто плывем по течению. Я приехал к себе в село после этого разговора, и это было как раз, вот, одним из последних моих моментов, когда я еще вопрос такой себе поставил перед самим собой, с кем я, куда я иду дальше. Знаете, и я сказал примерно так, сам себе, потом общаясь с женой, тоже самое высказал, и вот, и потом с друзьями своими, с другими священниками. Я сказал так, что, в принципе, а мне-то что с того, что будет через 500 лет? Знаете, вот, мне как-то обидно стало, но, в принципе, Бог же с меня не спросит то, что будет через 300 лет, а через 500 лет. Дай, мне, конечно, дай Бог им здоровья крепкого там и прочее, через 500 лет там уйдет, если будет жизнь еще наша на земле. Но, ведь мне, знаете ли, каково мне жить этой верой, такой сильной, пусть даже сильной верой, в то, что лет через 500 будут спасены миллионы людей, а сегодня видеть погибающих людей, идущих в ад, и осознавать, что ничего не сможешь сделать. Вообще. Жуть какая-то. Ужасная картинка. Я теперь понимаю, почему многие порядочные священники в русской церкви спиваются. Не от того, что плохая жизнь, а от того, что, на самом деле, внутри, просто-напросто осознание, понимание есть, что ничего нельзя сделать. Фотализм какой-то. Но есть выход. Это Иисус Христос. Есть выход. Кстати, к одному священнику я обращался, пожилой священник, он больше 50 лет служил священником тогда, отец Леонид, он был один из духовников епархии. Я приезжал к нему и говорил, так и так, батюшка, у меня столько проблем, даже в доктринных церквях, в учениях я стал во всем сомневаться фактически. Объяснил, как мог ему, и по поводу бедобаптизма и прочее, он помахал головой, потевал, а потом говорит, знаешь, отец говорит, грамм 150 на ночь и вопросов. Это одно, что он не мог, духовник епархии, посоветовать, после того, как прочитал молитву разрешительную. Значит, но 150 грамм не помогало и больше не помогало, потому что просыпаешься, все равно мозги включаются, должен постоянно пить, это нужно быть хроническим алкоголиком, батареон алкоголиком, чтобы не думать просто-напросто. Но это невозможно. Я не знаю, во-первых, потому что все-таки Бог-то есть на белом свете, и я имел с ним переживания определенные. Во-вторых, так как увидеть, что вот так все на тебе в погибель идет вокруг тебя. И в том же самом 96-м году, поэтому я по единым соображениям вышел из Русской Православной Церкви без обид, без огорчений, просто не хлопая дверью, она сама громко захлопнулась. Меня там еле заменили. Пятидесятническая, так что перед вами пятидесятник. В грязи. Или как называют уже, харизмат ряженый. По-разному. Не искупятся на слова братья порой. Но мы тоже не выпившили, значит, и в книге сдали газету, и в шапке прям этой газеты написали, газета «Православных христиан веры евангельской». Там Михаил Степанович Панучка, епископ старший в Пятидесятниках, он был в шоке. Да ты что? Мы всяком, Виталий, ну такого гибрида. Мичурино отдыхает. Не, ну Михаил Степанович, он так мудрый служитель, он старый уже служитель, он сказал, ну если у вас получится, ну дай Бог вам здоровья. Поработать дальше. Ну, по большому счету, дело же не в вывесках, не в названиях, а в самой сути. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Как бы он ни назывался, ЕХБ, ХВЕ, там, РПЦ, там, УРПЦ, как бы ни назывался. Какие бы наши бренды ни были, мы самые даже великие, или малоизвестные, знаете ли, или даже где-то на Дерибасовской нас сделали, значит. Но знаете ли, самое основное, что Духа Христова, кто не имеет, тот и не Его просто, а просто вообще. Слава Иисусу! И педобаптизм это зло. Это зло, и здесь-то, в вашей области, я-то не крестил, хотя вот на подсолнечном, там, в Солнечногорске, в Клину, но я по возможности стараюсь людям говорить так, что люди добрые, просто простите, ранее Христа, просто простите, что я тогда говорил. Сейчас, я имея, если был бы имел возможность, я хотел бы всем, кого я крестил когда-то, младенцами, сказать, пожалуйста, не думайте, что вы уже крещеные. Подумайте о том, в кого вы верите или в кого вы не верите. Подумайте и примите решение сами, самостоятельно, по вере в Иисуса Христа. Это очень ценно, это очень важно. И это есть настоящее крещение, по вере в Иисуса Христа. И, ну, конечно же, некоторые мои вчерашние коллеги обижаются, порой говорят, ты что, перекрещивать будешь всю Лусь, что ли? Нет проблем. Перекрещу, если нужно. Но дело в том, что это не перекрещивание, это есть крещение. Потому что, если не было крещения, они лишь, люди его таким называли, это и не крещение вовсе. Это, ну, в лучшем случае, это благословение. В лучшем случае, если родители хотели, допустим, чтобы их ребенок был благословлен, как бы, да, был с Богом, то это можно назвать его благословением. Если это было по суеверным мотивам, то это просто-просто обыденное колдовство и все. Ни много, ни мало. И, ну что, мы шаманы из Африки, в конце концов, или мы, на самом деле, служители Христовы. И, конечно, хочется, чтобы церковь перестроилась на евангельские рельсы. И реформация, друзья мои, это не выдумывание чего-то нового. Это возвращение к хорошо забытым уставам. Это перестройка не с тем, чтобы изобрести велосипед. Он уже изобретен, нужно просто вернуться к первому проекту. Мало ли, чтобы мы понастроили на протяжении последних столетий, тысячелетий даже, полутора. Но есть проект Богом утвержденный, есть проект Богом данный. И в согласии с этим проектом можно все перестраивать. Если я, допустим, заказал дом, бригада, есть стройматериалы, завезены все хорошо. И я приезжаю через некоторое время, и мне говорят, вот-вот, построили дом. Он сказал, он не похож на то, что я хотел. Ну, малая нота. То есть, мне не захотелось, допустим, окна сделать такой формы. А вот тот товарищ, он захотел там гусика поставить, или чего-то еще. Ну, мало ли, что кому что хочется. Я не приму, потому что это не мой дом, не то, что я хотел поставить. И Бог грядет на эту землю, Он придет, и Он очень злой. Потому что Его проект просто-просто попран. И люди построили все по своему хотению. Бога пытаются люди, как золотую рыбку, использовать в своих камерных целях. Но это не пройдет. Господь грядет, и Он страшен в небе Своем, поверьте. Мы это знаем из Писания. И я кое-что однажды узнал в личной такой христианской жизни, что-то очень страшное на самом деле. Пасть в руки Бога, живого. Однажды, в 96-м году, я видел сон, который очень сильно меня тогда истрезвил. И это было страшным таким, знаете ли, сном. Я видел смерть одного человека, священнослужителя, православного. Я его знал при жизни хорошо. И он умер без покаяния, не привившись с Богом. И во сне это было настолько страшно. Это нельзя передать просто-напросто. Я видел, что как будто бы, знаете, ливень. Сильный дождь, ливень, но это слезы. И такая боль была, что, знаете ли, ну как будто сердце разрывается просто. За одного человека. И во сне же я понимал, что я лишь чувствую очень немного из того, что Он, Бог, чувствует. К одному из самых неплохих людей, о которых я знал вообще в своей жизни. Да, Он был священником, носил рясу. Но Он был уже неверующим, поверьте. Ну, как бы, самор жизнь у него была такая. И однажды, когда был разговор о Боге, Он сказал, будучи богословом, священником, имея степень богословскую. Где этот Бог? Покажите мне. Я поверю в Него. Ну, как бы, Он был атеистом. Хотя это и, как бы, маскировал. Но в разговорах, особенно за этим делом, Он раскрывал свою душу атеистическую. И, как бы, человек вел жизнь соответствующую такую, как бы, совершал служение в храме, но был негодным. Но в глазах Бога, даже Его жизнь, по-моему, одна из самых недостойных жизней на земле, была очень ценной. И очень любимой, и уважаемой. А, кажется, Бог любил настолько сильно, что это не передать. И я, вообще, я не мог ничего молиться. Я понимал, что Он еще жив, этот человек. И это смерть Его, которая потом пришла. Но, знаете ли, я просто молился, Бог, прости, пожалуйста, этого человека. Если это возможно просто. Я даже говорил такие глупости, которые говорил однажды просто Павел, что, да, я готов даже от Христа быть ученым, лишь бы Он был спасен. Потому что эту боль невозможно было передать. Знаете ли, была жена в больнице тогда, и жизнь ее была на грани, балансировала жизни и смерти. Двое детей маленьких, и было много проблем, но я не мог ничего молиться пару дней, ну, даже, может, даже три дня, только лишь о нем. И я говорил, Бог, прости, пожалуйста, Боже, спаси его просто. Потому что ту боль, которую испытал я во сне, она была невероятной болью просто. Из этого одного человека. Если у Бога вот такое отношение к одному человеку, даже к одному из самых негодных среди нас, то каково же вообще его отношение ко всем? Это невероятно. И он очень любящий, на самом деле. Мы знаем из Писания, что об одном даже грешнике, кающемся, небеса радуются. Но я узнал в том сне другую сторону медали. Есть другая правда. Она очень суровая такая правда, что даже об одном грешнике, не кающемся, ушедшем с этой земли, вот, в вечность, без того, чтобы примириться с ним, с Богом, она ужасна. И поэтому это не громкие слова, когда говорят некоторые проповедники, что если бы даже ради одного человека нужно было прийти и пережить распятие Иисусу, он бы это сделал наверняка. Я в том сне это убедился на 100%, даже если бы ради одного, он был бы смыслом, он пришел бы обязательно и раскрялся бы, и умер бы, ради даже одного из нас вообще. Это удивительно, насколько необъяснима его любовь просто-напросто. И, господа, скажу, что, конечно, педобактизм, я коснулся одной лишь темы, но их очень много. Давайте запишем некоторые. И я попытаюсь вкратце об этом рассказать сейчас, в этой второй части семинара. Педобактизм мы запомнили, это крещение младенцев. Такого просто-напросто в Библии нет. И, слава Богу, первые христиане, первых 300, даже 400 лет фактически не знали этого зла. Слава Богу. Но потом оно пришло, как именно политическое такое действие. Потом, многобожие, 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 хрестоматильная вера либо во многих богов, либо во многих посредников. Но многобожие пришло в жизнь церкви. И сегодня оно выражается в традиционном христианстве, православном, католическом, в неправильной вере и в неправильных поступках. В неправильной вере во многих посредников, якобы, к Богу дополнительных, помимо единственного и неповторимого посредника Господа, Бога, нашего и Спасителя Иисуса Христа. 1 Тимофею, напоминаю вам местописание, 1 Тимофея, 2 глава 5 стих, 1 Тимофея 2, 5 написано, Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Дальше написано, предавший себя для искупления всех. И вся Библия Нового Завета говорит нам об одном посредничестве, первосвященстве, неповторимости, уникальности посредничества Иисуса Христа. В Новом Завете говорится, что ни в ком у нас нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надвижало бы нам спастись. И это не просто вера вот тех первых апостолов, это вера и с сегодняшнего дня. Потому что и Иисус Христос, и вчера, и сегодня, и вовеке тоже. И сегодня, в наши дни, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, даже на околоземной орбите или на Луне, где бы мы ни оказались, друзья, все равно Иисус Господь. И Иисус Господь. И по-прежнему, как и тысячи лет назад, как наши братья говорили тогда, так и сегодня мы говорим всем, и богатым, и бедным, и знатным, и незнатным, всяким людям, говорим, что кроме Иисуса Христа, не для других путей. Знаете ли, друзья, многобожие, это такой духовный спид, который убивает иммунитет тела Иисуса, церковь церкви Иисуса Христа. Это раковая опухоль, метастазы, которые распространялись по всему телу Иисуса, так или иначе. В православии, католицизме, традиционных динаминациях, это очень ярко выраженное зло. Выражается это, я уже говорил, в неправильной вере и, понятное дело, молитвах разного рода посредникам. В частности, Матери Иисуса Христа, Марии, называемой очень прискорбно, но до сих пор именуемой в традиционном православии Богородицей, хотя никакой Богородицы она не может быть, даже принципиально, идейно, потому что она Матерь нашего Господа Иисуса Христа, Божество Иисуса она не могла родить, Божество Иисуса от века сущее. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И написано, что все через него начало быть, что начало быть. И дальше Иисус сам говорил о себе, что прежде чем был Авраам, он уже был уже. Мария родила Иисуса как человека, но не Божество его. Богородицами именовались, для справочки исторической, Богородицами именовались языческие богини, та же самая Астарта, Ашера, та же самая Семерамида, Изида, Диза у итрусков, у китайцев Шингму. То есть это были божества женского рода, которые родили богов. Именно само Божество от них произошло. И поэтому Богородица везде в языческих культах, она выше всех. Она матерь бога, она матерь богов или бога, и поэтому ей поклонение больше всегда, она изображается больше, ей почтение больше. Если бы мы переместились во времени и вышли бы на улицу Египта, допустим, Александрии, и спросили бы обычных обывателей, египтян, вот кому вы больше отдаете предпочтение? Вам бы любой египтянин, религиозный грамотный, сказал бы, конечно же, Изида. Потому что обращаться к Богу, он суров, но мама, по-матерински, она поймет нас больше, она угросит сына своего, и когда в книге мертвых Древнего Египта описывается плач Изиды, это подчеркивается, что именно она, как мама, не только мама Бога, но и мама всем египтянам, всем верующим, потому что она покрывает своим покровом этих людей, и она уговаривает Бога своего и сына своего, чтобы он спас этих египтян. И когда душу египтянина взвешивают и находят ее, ну, знаете, вот, ни рыбы, ни мяса, ни Бога, ни свечка, ни черт, ни черга, вот как бы вот что-то такое среднее состояние. Ну, таковых и тогда было много, и сегодня много. Обычное состояние человека среднего. Как мне сегодня один бывший, не бывший, но дай Бог, бывший наркоман сказал, что он, значит, что, ну, я вот с ножом не убивал никого, говорит, что стало правдоваться, когда я говорю, что мы все грешники, но я же не убивал никого, вот, я вот, ну, никого не убивал, ну, так, ну, может, где-то как-то, но, в принципе, но я ему напомнил кое-что из Божьего Слова, так не по себе стало грешником. Люди боятся лично обратиться к Богу, потому что для них часто Бог это суровый судья, а Богородица обычно, она всегда как-то своя, близкая, она мамочка, большая мама, которая поможет, то есть, аидиша мама такая вот, она за всех нас вот похлопочет, такая большая еврейская мама, и большая еврейская семья, и она всех нас как бы защищает. Я верил в это, я жил такой верой, и, поверьте, мне сейчас до сих пор стыдно, хотя уже прошло столько лет, я уже с 96-го года, вот, не молюсь никому, кроме Господа, слава Богу, и не молюсь Богородице, но в то время, когда молился ей, я имел какие-то переживания, и слезы наворачивались, особенно Акафисты, я каждый день читал Акафисты, какой один из Акафистов Богородицы, и у себя в храме, не только в личной, келейной, как говорится, жизни молитвенной, но и в церковной, я всегда акцентировал внимание на Богородицу, мое рукоположение было в священнике на праздник Рождества Богородицы, я в этом увидел знак особый, как бы, особый, такой свыше, что ли, и всегда, когда люди обращались ко мне с просьбой, какому святому молиться, в какой нужде, я чаще всего их внимание адресовал на Богородицу. Для меня это было понятно, это было близко, и каково же было, когда моя вера стала тричать по швам? Моя вера просто-напросто мут. Она пропала. Потому что, читая Библию, Божье Слово, для моей прежней веры не осталось места. Потому что моя вера оказалась ложной верой. Потому что единственное, что кто был путем истинной и жизнью, это был сам Иисус Христос. Это было в Библии прописано. И у меня была дилемма, был выбор. Либо согласиться именно с евангельской верой, с Божьей верой, либо жить в своем обмане, продолжать дальше. Знаете, это как вот в том фильме «Матрица», первая часть, кто помнит, одно время нашумевший фильм. Недавно пересмотрел его, очень интересно, содержательно было. Значит, там люди жили в коконах, но думали, что они реально живут. А на самом деле были заложниками дьявольской такой системы «Матрица». И человеку предлагался выбор в жизни и смерти. Пожалуйста, выбери. Либо ты соглашаешься и будешь узнавать реальную жизнь, либо ты останешься в обмане с ней. У меня был тоже выбор. Либо остаться в религиозном моем обмане, в моей православной «Матрице», либо выйти из нее. Знаете ли, очень было сложно решиться, каково. Но, знаете ли, любовь Господа, она помогла побороть всякий страх. И, знаете ли, вообще-то это была его инициатива даже. Он меня спас. Не я сам нашел его. Знаете ли, как Ньютон некогда пел, так и сегодня я могу спеть. О, благодать спасен Товой, я из пучины бед. Был мертв, но ныне я живой. Был слеп и вижу свет. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь наш, Божий наш. Спасибо, Господь. Спасибо, что сегодня мы не слепы. Сегодня мы видим свет Твой. Сегодня мы на борту спасительного ковчега. Спасибо, что ты дал нам жизнь. Спасибо за все. Спасибо, Господь. Вы знаете, один пятидесятник, брат, но я его братом не называл тогда. Я думал, что, как говорится, Тамбовский волк тебе, товарищ. Какой мне брат, значит, вообще. Ничего общего у нас нет с пятидесятниками, с другими христианами, ну, протестантами вообще в целом. Ну, для меня, по сектовидению, я что помнил, еще в 89-м году, на уроках по сектовидению в Москве и в Ленинграде, ну, в Загорске тогда и в Ленинграде, я попал на лекции туда-туда как раз, по сектовидению. И там говорилось про ЕХБ и ХВЕ, что, в принципе, хрен редкий не слаще. Я понял, это как одного полиягода, один диагноз, но я понял так, что ЕХБ это, который потихоньку с ума сходит, а ХВЕ, который буйный. Но одна палата под ним плачет. Вот, и, знаете, когда я познакомился с моим первым протестантом в моей жизни, это был ХВЕ. Хотя я мало посещал этих лекций, но сдал сразу, по сектовидению, у меня было пятерка с плюсом. Я понял простой секрет этого урока. Там можно много не знать, но главное, себя хвали, а всех ругай вообще. Сдашь сразу, с первого раза. Но то, что мой собеседник был из ХВЕ, это было для меня, конечно, случайно всех злее. Знаете ли, я, значит, притом он сам себя сдал нечаянно в разговоре. Он начальник прикинулся вроде православного. Дитя в рабы. Знаете ли, он не все карты раскрывал, он так идет, потихонечку. Вот, и он нечаянно себя сдал. Он процитировал из Библии что-то так, близко к тексту. Я-то Библию раньше читал. И я знал, что наши люди не привыкнутся, так не читают. И я так сразу ему говорю, Гриша, а вы христианин? Он говорит, да, христианин. Я так конкретизирую, знаете, как Ленин на буржуизе. Я говорю, православный? Он говорит, нет, говорит, христиан веры, не в английской. Хаванинский, да? Ой-ой-ой-ой. Мамочка, думаю, что такое? Вот тогда. Но у меня сработала, знаете ли, вот такая спецподготовка семинарская. Значит, там как говорилось, что лучше защита в нападении. То есть даже не знаешь их секту или знаешь хорошо, неважно. Главное, нападай. И говори, попадешь, не попадешь, неважно. Главное, хорошая арт-подготовка такая. Ну, дай им понять, что, как бы, Грусть святая, это наша православная, а вы там американская секта какая-то, и все. Вот, ну, комплекс сектанта создай, и потом бей его дальше. И вот, я, значит, я сразу на него наезжаю, говорю, знаете, это сработало в уровне инстинкта. Как собачка Павлова. Сектант, сразу, о. Я, значит, на него, значит, говорю, какие же вы христиане, говорю, креста не носите. Матерь Божию не почитаете. Святым не молитесь. Мощей у вас нету. Там какой-то Бенни с Хином, и все, вообще. Пусть простит меня брат Бенни, но я думал, что это два разных человека, вообще. Я был, вообще, невнимательным учеником. Но все, что я знал, я все сказал о них. И самое интересное, Гриша, я тут помахал головой, так вроде, как бы, значит, ну, ну да, ну да, извините. Ну, вы доработали как-то. Вот чего нет, того нет. Даже Бенни с Хином нету. Он был из пятисятников, омовенцев таких, ортодорсальных. Значит, и я ему книжку дал. Я подумал, он, наверное, недавно в этой секте. Нам говорят, что первых полгода процессы обратимые. Я же не знал, что он вырос вообще у пятисятников, вообще. При том пятисятнический, пятисятнический. То есть мы, ой-ой-ой, ну это потом уже мы познакомились, пообщались уже. Значит, его, то есть его дедушка был уже там уже, заговорщиком. Вот. И, знаете, что интересно? Я, значит, ему дал книжку прочитать. У меня была с собой книжка такая, такой, бестселлер какой-то, значит, православный. Называется «Православный», очень я, нет, не помню. А, «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Вот, точно, про Богородицу. Я ему дал, он взял очень вежливо, красиво так взял. Я подумал, надо же, если примет Богородицу, уже наш наполовину точно. А там, думаю, покаяться будет православным, такой хороший батюшка будет потом, думаю. Он же и Писание знает. И пока я так вот размышлял, он из своих сектанских штанин достает свою брошюрку и мне ее, говорит, батюшка, я почитаю, а вы мою почитаете. И я даже запечататься не успел. Ну, потом пошаманил немного. А это были проповеди Эрна Штеггена, немецкого проповедника в Южно-Африке. Значит, книга называется «Время начаться у с Дома Божьего». Это вторая книга его трилогии. Вообще, я потом прочитал всю эту трилогию. Очень был, очень доволен тем, что прочитал и много очень для себя нового открыл. Но тогда для меня это не было просто, ну, Людмила Плет написана и прочее. То есть, ну и что? Ну, я взял. Приехал домой, говорю, жена, представляешь, кого я видел сегодня? С кем познакомился? С настоящим живым 50-ти. Вот, даже книжку мне дал. Ну, она говорит, конечно, не читай ее, значит, ну, еще и как бы еле все заразишься. Да ты что? Ну, за кого меня считаешь? Яйца, курицу. Безгоду неделя, десятники, значит, их вера, это сколько всего-то времени-то, с гульки носа. А у нас уже двухтысячеветняя история. Или еще, и... А самому было интересно, знаете, любопытство, сильная вещь. А подлинно ли все там так плохо, как они их рассказывают? И, в общем, было интересно, значит, прочесть все-таки. Думаю, вдруг с Гришей там разговор какой-то возникнет такой, я бы хотя бы там пять копеек вставил каких-то там, скажем. Цитату какую-то там. Вроде бы за грамм этого сошел бы, значит, в их секте, в их сектантском учении. И вот, когда я занес эту книгу к себе в дом, вначале я ее держал там, в предбальнике, будем так говорить. Да, значит, это слишком было для меня нечисто, вносить в дом такую вещь. Но потом я внес ее в самую такую ортодоксальную комнату мою. Там чего только не было вообще. Мешочки с землей, с разных святых могил. Посох от Серафима Саровского, с его могилы непосредственно. Значит, там, значит, всякие религии были у меня. Я этим очень дорожил. Многие были от разных старцев послания, значит, и как бы вещи личные, которые мне передавались, значит, там, либо от верующих, либо лично от каких-то старцев. И, понимаете, для меня это было очень так ценно. Я, если бы Павел Апостол попал бы в мою комнату, он сказал бы, «О-о-о, я вижу, ты особенно набожен. Ибо, обходя и осматриваясь в этики твои». Он был бы в шоке. Даже афиньи не такие были, наверное, набожные. То есть, и там у меня даже на потолке, везде, где только можно было, там все было зареплено иконами, образами, разными христами там и прочими вещами. И, значит, а даже на потолке было византийское изображение, в новгородском таком стиле, таком великом, но в духе, наверное, Феофана Грека. Значит, такой суровый Иисус, знаете, такой, очень такой, как бы, кавказской национальности. И он так смотрел, очень так сурово, так вот, расширение. И он... Да. Я помню, мы в эту комнату подложили этого, нашему тесте. Пропитаться. Ну, проснулись от пятиэтажного мата вообще. Пропитался. Он ночью проснулся и я забыл, где он находится. Он так приехал. Думал, чеченый на парень. Пару блоков поставил, и на пол. Потом до утра не спал. Ну, такая у меня была комната интересная. Но это не комната смеха. Это была бы для меня, это была святая, святыня. Знаете ли, я, открываю эту книжечку. Я окропил ее крещенской водой, именно такой, самый такой, суровый. Окропил. Значит, и, так думаю, почитаю пару глав, значит, почитаю. Может, даже вообще, только начало самое. И пока интересно будет. И знаете, что интересно? Было очень интересно. Было очень интересно. Я читал то, о чем я думал, о чем размышлял. Я в лице вот этого проповедника нашел, как бы, своего собеседника хорошего. О чем я переживал, о церкви, о служении. И он писал очень так вот, ну, важно. И по Слову Божьему. Знаете, там были цитаты из Писания. И это все очень сильно меня пробуждало, конечно, значит. И после этой книги у меня неодолимое было, неподолимое желание просто вернуться к Библии. Читать Божье Слово. К чему бы это, я думаю. С чего бы это. Как после соленника, вы знаете, на водичку тянет. Вот так же после этой книги очень сильно захотелось вот к водам в живую. И я полдня искал свою Библию. Бабюшка. Да. Нашел-таки свою Библию по стопке самых нечитаемых книг. Та Библия, которой я дорожил когда-то очень сильно. И читал, и плакал. И не мог сдержать этого всего. И когда-то моё христианство начиналось в Библии. И я не знал протестантов, но я знал Бога и Библию. И жил этим. До 88-го года, когда я стал служить в храме православном, я жил этим словом. И мне это очень, ну понимаете, нравилось. И любил я это. Но потом, по мере вхождения в служение, я отодвигал Библию всё дальше и дальше. А став сам священником, в 91-м, по сути, Библию свою убрал в самые нечитаемые книги. И она мне была не нужна. Я читал много других книг. А Писание не читал во славянском языке, в храме, нараспев. И иногда что-то касалось. Иногда где-то как-то был Бог рядом. Но, знаете ли, я был похож на того монаха, который говорил в средние века. Господи, если ты вездесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где тебя нет? Знаете, вот такое религиозное, какое-то безумие было в моей жизни. Ну да ладно, всё о себе, да о себе. Давайте об истории христианства. А то сейчас опять начну о себе рассказывать. Но это тоже история. Занимательная история из истории христианства. Живая история, да. И, знаете ли, что? Мы записали с вами, что? Многобожие, да? Многобожие. И с этого всё пошло. Хорошо. Значит, как мы нашли на жизнь такой? Как многобожие пришло в жизнь церкви? Значит, это было через четыре столетия после начала уже истории христианства. В 431 году на Третьем Вселенском Соборе был вопрос поставлен о том, что, ну, вера христианская как бы модернизируется. Что первых 400 лет мы молились только лишь Богу, но теперь новое время и пришло новое откровение. Из Африки, в частности, это было откровение Южной Сомали, нынешняя, вот, значит, там, Эфиопия, Египет, в частности, тоже здесь постарался. Братья оттуда приезжали на собор, и они утверждали, били в грудь, что имеют откровение о том, что не только Иисус есть посредник, он посредник универсальный, но есть дополнительные ходаты и посредники к Богу. И это они взяли через спиритизм, через общение с душами умерших, то, что Бог запрещает в Библии, но они это взяли на вооружение. И якобы им являлась Мария, якобы им являлись некоторые святые и ангелы, которые говорили и утверждали, что Иисус это хорошо, но это еще не все. Есть еще и другие посредники, в частности, мама его и его ближайшие друзья, апостолы, которые расселены на престолы свои и уже судят колено Израилева, и якобы они есть уже ходаты. Шла речь о немногих, не о тысячах святых посредниках, а шла речь тогда, в начале пятого столетия, о Марии и апостолах. В этом скрестили свои шпаги, александрийцы, африканцы, и антиохийцы, иерусалимы, и богословов с Константинополя и из Рима. В общем-то, шло обсуждение очень важного вопроса, быть или не быть христианством, каким оно было до того, таким же, или же видоизмениться христианству пришло время. К сожалению, большинство африканцев, бывших на том соборе, проголосовало за то, чтобы христианская вера претерпела очень большие изменения. И эти новшества были введены со временем императорской властью. Участники собора, те, которые были против этих модернизаций, против этих новшеств, в нововведении, они были репрессированы. Сотни епископов, митрополитов, патриарх, антиохии, вселенские, иерусалимские были репрессированы. Некоторых казнили, но в большинстве своем их составили в Верхний Египет, в Оазис-Нибис, там, где находились особо опасные политические и религиозные преступники. И там погибли богословы, фактически вся антиохийская школа богословия там погибла. Почти вся иерусалимская школа богословия. И частично западные богословы там погибли. За отказ подписать документы 22 июня 431 года, когда было принято решение молиться не только Богу, не только Христос посредник, но и благодаря откровениям от ангелов и от умерших людей через спиритизм, что есть еще другие посредники к Богу. Лиха беда начала. Через 20 лет, ровно через 20 лет, в 451 году, уже вопрос поднимался не только о Марии и святых апостолах, ближайших учениках Иисуса, но и о многих других. В частности, Ефимия Всехвальная, это называемая Фалкидонская пустыня, известная Ефимия, и многим другим уже стали молиться. Прошло 100 лет. Во времена Юстиниана, императора, уже было обычным, нормальным молиться сотням радостных святых. Как снежный ком за 100 лет, это многобожие набрало очень большой вес. Вы скажете, неужели все священнослужители разделяли эти учения? Нет, конечно же. В течение столетия продолжалась просто-напросто чистка рядов. Те священники, что время от времени выступали против культа Богородицы и святых других умерших, они между молотом на ковальник попадали. Они попадали просто-напросто между политической и религиозной системой, и системой их перетирали. Да что говорить про Византию, что говорить про те древние времена, вернемся сюда. Вот где-то в Твери, где-то в Пскове, я сейчас не помню точно, новгородские, псевские вот эти летописи сообщают нам о некоем, в семинариях об этом рассказывают, значит, и в книгах многих по истории христианства это имя упоминается, о некоем Федоре-Епископе. Как раз в те времена, когда ваш город основывался, и чуть позже, был некто Федор-Епископ, о нем мало лет, если что, говорят вообще, мы даже не знаем точно, где он был епископом, но где-то здесь вот, в этом регионе, север Руси. И знаете ли, что интересно? Его репрессировали лишь за то, что он отказался молиться Богородице. Епископы были обеспокоены этим, другие православные епископы, их было тогда очень мало. Они собрались на рассмотрение этого вопроса на собор, и на соборе Федор-Епископ отказался также целовать икону Богородицы, и помолиться ей. Мы не знаем больше, о чем другом учил Федор-Епископ, но это было известно, что Епископ отказался молиться Богородице и святым другим. И он молился только лишь Богу, он был репрессирован. Светские власти его репрессировали, но по приказу и по просьбе церковных властей ему предварительно отрезали язык, чтобы он не мог людям говорить ничего, даже в момент казни. Ему выкололи глаза на соборе, перед всеми участниками собора. Ему снимали с живого кожу пластами, потом вытягивали жилы, и в конце концов, по просьбе властей церковных, светские власти его сожгли на медленном огне. Князь, значит, тогдашний Московский, хотел сжечь на быстром огне, чтобы он меньше мучился, но по просьбе синода, по просьбе епископов, сожгли его на медленном огне, чтобы люди все на Красной площади были очевидцами такой жуткой расправы. Больше об этом епископе мы ничего не знаем. Вот известно, что лишь за отказ молиться Богородице и поцеловать на соборе ее икону, его вот репрессировали. Значит, скажу, что многобожие, это очень страшная вещь. Многобожники в христианстве сегодня, это, ну, больше половины всех христиан на земле, можно смело говорить. Я был на одном таком собрании, будем так говорить, конференции, католические харизматические священники, бывшие традиционные католические священники, это во Франции, в городе Лили, и один из священников, бывший кюре, бывший простой сельский батюшка, католический, ныне он проповедник, такой крещен Духом Святым и очень яркий проповедник. Он говорил, что, будучи еще в семинарии, учился он в Париже и потом служил на приходе католическом, недалеко от Парижа, в пригородах, в небольшом таком местечке, где, ну, как в костел, не так много людей ходило, но по мере его служения активного больше и больше ходило, и он убеждал людей молиться Богу, молиться Христу, ни святым, ни кому-то еще. И даже у себя в церкви, в костеле, он такой, как бы, рейтинг святых называл, то есть, тем газету такую загал, люди отвечали на вопросы, на тесты, и сдавали ему эти вопросы, ответы свои. И он отмечал, сколько его люди молятся разным святым, сколько Иисуса, вспоминаю, сколько раз молятся Иисусу, сколько там Богородица святым. И в начале рейтинг Иисуса был очень низким. Даже Тереза Канькутска была чуть выше в его приходе, по, как бы, значимости, что ли, для многих его прихожан. Но через несколько месяцев работы в этом приходе, благодаря проповеди, от воскресенья к воскресенью, он проповедовал о личности Христа, об уникальности личности Иисуса. В Париже он был в такой группе католических, харизматических семинаристов семинаристов и служителей, и убедил таки его прихожан, своих прихожан. И рейтинг Иисуса был уже самым высоким в его костеле. Но однажды, вот он стал реформатором, каким образом? Он сидя у себя в храме там, опять подытаживая эти опросы, он пришел к пониманию, ведь Иисус это не один из многих посредников, это один. Уникальный, неповторимый. Друзья, на самом деле, всех нас Господь, Он спасает. Всех нас. Но и лишь одно имя есть здесь. Одно лишь имя на этой земле, которому надлежало бы нам спастись. Я помню в Севастополе на конференции миссионерской, один брат приезжал, он гражданин Америки сейчас, он франкоговорящий, чернокожий, брат, который в своей родной стране был мусульманским священнослужителем. 29 лет он работал в мечети, был мулой, закончил Каирский университет, получил богословскую степень в своей исламской науке, религии. Теперь он евангелист, он благовестник Иисуса Христа, и он рассказал о своей трансформации, как с ним это все произошло. Знаете, я слушал, и я просто дивы давался, я узнавал самому себя. Я не был мусульманским священником, я был христианским священником. Но как очень похоже было, вот как он постепенно к личности Иисуса пришел, к личности Христа. Там такая история, что его один товарищ, ну как знакомый будет так говорить, тоже черный, тоже из этой же страны, значит, он говорил ему, что Иисус это не просто пророк, а это спаситель. И если тебе будет тяжело, вот вспомни об этом, что Иисус, он спаситель, он целитель. Примерно так он ему что-то сказал, и сказал немногое, но это запало к нему в сердце. Не сразу, но прошло некоторое время, какие-то годы, и он был в очень тяжелой ситуации, и врачи на нем крест уже поставили, или как полумесяц, ну отнесло, он все уже, списали его, потому что у него был рак, который съедал его. И знаете ли, что даже на молитву, на свой намаз мусульманский, он не мог сам опускаться уже без посторонней помощи. Но он был ремностным, хотя боль была сильной, но он опускался на молитву всегда по расписанию, то есть он был очень ремностным в своем законе, в своей вере. Крепкая вера, но не Божья совершенно вера. И знаете ли что, и сидя однажды так на полу, в дикой боли, после молитвы, он совершил еще одну молитву, которую до того никогда не совершал. Вспомнив слова вот того черного друга своего, знакомого, он сказал такие слова, Иисус говорит, Исаак, если ты не просто пророк, если ты целитель, исцели меня. Мне так тяжело, мне так больно. И он стал изливать перед ним свою душу, рассказывать о своих грехах, рассказывать о том, что у него внутри тяжело, пусто. И знаете ли что, он сказал такие вещи на конференции, там в Севастополе, что не было там грома, не было исцеления моментального, он также страдал физически. Но вот такой мир пришел на сердце. За все годы своего служения в мечети, никогда он не получал ничего такого, даже близко. Такой мир, такое блаженство внутри было. Хотя боль физическая оставалась, но внутри было спокойствие. И знаете ли что, в течение короткого времени он был исцелен. И врачи все разводили руками, говорили, но лечение то же самое было, ничего не изменилось в этом лечении. И приговор был тот же самый, но он был отменен Иисусом. А через год этот человек, он вышел из этой системы религиозной, мафиозной, и ему смертный приговор, значит, провозгласили в его стране, и спасли его товарищей, вывезли его из страны, значит, и он стал гражданином Америки, и теперь он благовестен. И знаете ли, я слушал того человека, и он говорил, я люблю свою страну, но если я вернусь в свою страну, меня тут же казнят. Потому что приговор не отменял, до сих пор не отменял. Но там исламский закон, шариат в этой стране. И там нельзя, как бы, ну по-другому. Там закон есть религиозный, он же государственный закон. И знаете ли, что интересно? Есть путь спасения, который мы должны найти в этой жизни. И это сам Иисус Христос. Тесны врата. Да и путь потом, он не широкий, а узкий. Но это единственный путь, по которому можно прийти престол Отца Небесного. Знаете ли, в Америке, во Флориде, как раз вот в Сан-Августин ехал я в эту харизматическую православную церковь на служение к епискому Марку Керси. И пока ехали, на въезде в Сан-Августин такие большие плакаты делали. И там написано, на одном из них было, не на одном, но перед самым городом, я обратил внимание на это все, такая как бы тьма, что ли, черное какое-то тно, и туда много путей. И один из путей подписан христианство, другой там ислам, буддизм, там что-то еще. И надпись, в том и евангельского хотела понять примерно так, что все дороги хороши, выбирай на вкус. И мы там остановились недалеко, как раз от последнего плаката, перед самым городом. И с дороги так мало видно, а когда уже подъехали, это было очень хорошо видно, что мир не без добрых людей. Нашел все-таки там порядочный христианин, кто-то залез туда уже, оказывается перед нами. И подписал ложь от сатаны. А дальше написано один путь Иисус. One way Jesus. Да, слава Богу, но слава Богу, все-таки есть еще порох в пороховницах, знаете ли, да, не все так плохо. Есть еще надежда для Америки. И скажу, что знаете ли, господа, ведь православие и католицизм гноятся вот этим многобожием. Но протестантизм дьявол подловил на другом. Знаете, не матьем, так катанем. Не один, так другим. Разные стили есть врага, но и вот цыгодна. Украсть, убить и погубить. И с протестантами, знаете ли, просто так не сделаешь, как с православными. Потому что протестанты, вы же сами с усами в Библии читаете, вас обмануть очень сложно. Ну, тоже возможно, но сложнее гораздо, чем православных или католиков. Потому что с Библией в руках человек уже, он более опасен для дьявола. Но враг и здесь не сдается, знаете ли, вот как бы, настолько наглый, как баналист. Как бы, даже если возможно, даже избранных погубить. Вот наглость удивительная. Так вот, и что интересно, как же дьявол протестантов-то подлавливают, я заметил. Особенно в Европе, в Америке, я это очень сильно заметил. Подлавливают таким, как бы, пофигизмом, что ли. Подлавливают таким вот, такой неправильной толерантностью. Когда лапки убирают своих христианей и говорят, ну, все-таки все пути ведут как бы к Богу, как бы ни шел человек, лишь бы он все-таки верил. Не важно там, какой веры, не важно как, лишь бы верил. И, в конце концов, значит, ну, как бы, пусть они идут таким путем, каким они шли раньше, эти люди. Оно вот такой бесхребетностью, знаете ли, болеют многие церкви даже, даже, даже динаминации целой. Даже христиане, евангельские, в частности, я был на конференции таких, где некоторые пастыря высказывались однозначно, что венчать голубых гомосоциалистов, ну, как бы, все-таки они же все-таки в церкви, они все-таки в церковь идут и, значит, и, как бы, не изменяют друг другу. И, кошмар. Нет, самое интересное, эти умники находят даже местописание. Протестанты, они более наглые даже в этом отношении. Знаете, находят местописание такие протестанты и говорят, ну, ведь Давид любил Иоаннафана и любовь была больше, чем женская, значит, то есть, якобы у Давида был гомососуальный опыт с Иоаннафаном. Ну, мы общались с братьями, не с теми, а вот с нашими славянскими там пастырями потом. И, в общем-то, к такому пониманию пришли, что даже что у Давида что-то и было там, мы не знаем подробности, хорошо, даже что-то было. История там умалчивается. Со свечей никто из нас не стоял там. Мы не можем хотя по еврейскому тексту, да, там стоит такое слово, которое именно означает как сексуальное отношение. То есть, можно так перевести. Но даже если что у них и было, это не повод подражать Давиду в этих вещах. Давид разве во всем был прав? Разве во всем он подглядывать за годами женщины, разве это хорошо? Убивать мужей, и потом, значит, он спал с этой женщины, и то, что Давид делал, не все это хорошо. Это не все предмет для подражания. Позвольте, у Давида, если бы были проблемы с Анафаном такие, да, сексуальные, то это не повод подражать ему в этом. Ни в коем разе. В Библии много чего рассказывается. Мы что, будем всему подражать? Там такие вещи есть. Ой-ой-ой. Библия учит нас размышлять, Библия учит нас думать правильно, и видеть все правильно в Божьем свете. И для нас, верующих сегодня, лишь один есть стандарт. Это сам Иисус Христос. Ему подражая во всем абсолютно, мы не согрешим. Наоборот, это будет правильно. Он есть путь. Не Давид, не Моисей. Моисей кратчайший был, да, но через него максимально что могло прийти? Это законно. Но через Иисуса благодать и истина пришла. Слава Иисусу. Друзья мои, Моисей, он максимально мог быть спасителем для своего лишь поколения. И то лишь для тех, кто сказал да, этим планом. сложно было, да, но они вышли. Но знаете ли что? Иисус Христос стал спасителем для всех поколений людей. Для всех поколений людей. И не только для евреев, но и для неевреев. Хотя это было и во времена Великого Исхода. Мы знаем, что там во время Исхода вышли не только евреи, но и те египтяне, которые уверовали в Бога Израилева, в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Они увидели силу и мощь Иегова. Они сказали, да, мы хотим в этого Бога верить. Мы не хотим верить в этих египетских лжебогов. Они пошли за Моисеем, который был пророком Бога. Но Иисус стал спасителем для всех нас. Аминь. Да, друзья мои, поэтому многобожие так, ну с этим понятно более или менее. Хотя, слава Богу за вас, что вы понимаете это, но поверьте, очень сложно порой достучаться до человека религиозно одугманенного. Мне было самому очень тяжело лично отказаться от молитв Богородица и Святым. Но как это все произошло в моей жизни? Через чтение Слова Божьего, через размышления над Словом Божьим. И однажды я Богу сказал такие слова, в неформальной совсем обстановке такой домашней я сказал Богу такие слова, что безопаснее для меня безопаснее доверять твоему слову. То, что ты сказал. Думаю, в конце концов Бог же не осудит меня за то, что я исполняю то, что Он сказал. А то, что люди сказали, мало ли что. Говорят, ну говорят в Москве курда я вообще. Вот, мало ли что говорят. Вот, как в семинаре говорят ОБС. Одна бабушка сказала. Ну, мало ли что бабушка сказала. При всем уважении к бабушке. Вот, не все надо это исполнять. Но, то, что Бог сказал это да и аминь. Друзья, но сегодня мне проще, конечно. Потому что я уже сам об этом говорю, много лет и проповедую, рассказываю и убеждаю моих братьев не молиться никому кроме как Господа призывая и только лишь Иисуса Христа призывать имя святое. Ни его мама, ни его апостола, ни кто-то еще. Никто. Только лишь Иисус Христос. Есть осенью праздник такой, покрова. И однажды такие стихи пришли на сердце как молитва, как обращение такое. Я не поэт, не стихотворец, но иногда вот в стихах так получается выразить себя лучше, чем в прозе. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать. Покровителя иного кроме Бога не сыскать. Он один ведь лишь нас знает как ложимся и встаем. Своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог Небесный Он из праха создал нас. Любящий Отец чудесный благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратились Божьи дети к пастылю, что всех спасет. Матерь Господа Иисуса не защитница себе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров сопростирает лишь на тех, кто в мире свят. Отступников карает. Грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца скорей вернись. Бог готов грехи прощая отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать отмечать. Покровить именного лучше Бога не сыскать. И еще касаясь истории христианства вот этого периода, как раз византийского периода, педобаптизм, многобожие это еще не все проблемы, не все главные проблемы, которые пришли в жизнь церкви тогда. Идолопоклонство запишем еще. Идолопоклонство. Идолопоклонство оно близко к многобожию, но это не одно и то же. Если многобожие это нарушение первой заповеди Бога, который говорил в 20 главе книги Исход записано, самим Богом было следующее Я, Господь, Бог Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пределиться Моим. Это было сказано, это было записано самим Богом, то уже Идолопоклонство это нарушение второй заповеди Бога, говорящего о том, чтобы люди не делали кумиры и не поклонялись и не служили им. И Идолопоклонство имеет страшные последствия, оно способно убивать генофонд народа Божьего, написанном до третьего, четвертого рода ненавидящих меня. Согласно и христианских, и еврейских толкований, из еврейских толкований классика Машерамбам, Маймонит об этом очень хорошо говорил, что и христианские, многие проповедники также говорят абсолютно, и я с ним очень согласен, что не на всех автоматические проклятия распространялось или распространяется, но на тех, кто идет по стопам отцов своих в этом неверии, в этом нечестии, подражает делам своих отцов в этом идолопоклонстве. И покаянием снимает этот грех с человека, и тем более в новозаветном понимании, новозаветное время, благодати, мы верим, что Иисус Христос, Он спаситель, наш от всякого греха спасает нас, в том числе и от последствий многобожия, и идолопоклонства. Идолопоклонство, идолослужение может быть двух форм, скрытой и открытой формой, это болезнь. Но обе формы убийственные для человека, для души человеческой, это также в этом согласны и еврейские, и христианцы, и толкователи. В общем-то, открытой формой идолопоклонства сегодня в христианстве можно что назвать? Поклонение, почитание крестам, мощам, иконам, даже ношение креста, кстати, это может быть тоже формой идолопоклонства, идолослужения. Если я буду думать, что крест меня спасает, защищает, благоставляет, то это будет, ну, очень, скажу так, опасно. Это будет фетишизмом, это будет идолопоклонством, идолослужением. И, в общем-то, это пограничные вещи, то, что я сейчас делаю. Я не рекомендую носить крестики, но это, это, так сказать, есть грибы, допустим, да, ядовитые, есть съедобные, есть условно съедобные, это условно съедобные. Если вы неправильно будете носить, использовать, то это вас убьет. Знаете ли, но если вы правильно, с правильными мозгами и сердцем это делаете, то это не убьет вас, а наоборот, поможет даже кому-то. Допустим, я ношу это, как мой религиозный бейдж, как имидж определенного православного священного служителя, панагию, крест, иногда и то, и другое в месте, это знаки моего служения. И, как и вообще, религиозная вся вот эта атрибутика. Но, если я буду думать, что этот крест меня спасает, защищает, благоставляет, приносит удачу, фортуну, то это будет просто-напросто поражением, это будет идолопоклонством, идолослужением. Кстати, многим христианам там в Киеве у себя, в церкви, я это говорил, в личных беседах убеждал некоторых наших христиан снять кресты и не носить их некоторое время. Потому что, ну, мне как пастору, тогда, пастору, в Киеве, было понятно, что эта проблема очень серьезная для наших людей. И некоторые сестры мне говорили тогда, что, нет, мы носим это как знак нашего христианства, и, как бы, мы не привязаны к этому. Я говорю, хорошо, тогда вам будет еще проще снять это и протестировать свое сердце. Это не лишнее делать никогда. Вообще, Библия учит нас относиться к этому нормально, да? Проверяйте, верим ли мы сами. Господи, если не напаст мне о пути, не направь меня на путь вечный. Это правильно. И я говорил, снимите, пожалуйста, крестик, и не носите его, допустим, день, два, три, потом встретимся и пообщаемся на эту тему. И знаете ли, что почти у всех выяснялись, последствия выявлялись признаки оккультной религиозной зависимости. В частности, чувство страха, неуверенности в себе. Люди походили на работу и рассказывали, что прямо с подъезда вышло, и чувствовали, что это не то, чего-то не хватает. Вот как бы, неуверенность такая определенная. А ведь это уже очень дурной знак. Значит, человек уже привязан к этому материальному, это его уже талисман, это его идол. И тогда у некоторых, но это редкие случаи, были еще более серьезные последствия. Допустим, потеря сна даже. Одна сестричка говорит, вот реально потеряла сон. Вообще. Никогда не жаловалась на сон, всегда было все нормально, но как сняла крестик, не могла спать эти ночи. Вот реально, ни в одном глазу, что называется. Это уже более серьезные признаки оккультной зависимости уже, когда бес имеет уже доступ к телу, конкретный доступ. Это еще серьезные больше последствия, но, и это решаемо, бесам нет места в храме Господа, если мы слушаем Богу, если Христос приходит в нашу жизнь, не остается места для дьявола. И нужно помочь таким христианам просто-просто покаяться, освободиться, распрощаться с этим. И потом, после освобождения, я обычно этим сестрам и братьям говорю так, а теперь вы не одевайте, ну, месяц, два, полгода, год, я не знаю сколько, вообще, оно вам не надо. А потом, если вы и оденете, это будет для вас уже просто знаком, может, вашим христианством, или украшением, но это не будет уже вашим идолом. Хотя в нашей церкви, допустим, в Киеве мало носят крестики, очень мало, в основном, священники только, по служебной своей такой, ну, как бы, лестнице, что ли, по иерархии. Хотя, опять-таки, я не рекомендую носить крестики и правосстанам, и протестантам, но каждый смотри сам, имея свою совесть, значит, открытый перед Богом, значит, и проверяйся, тестируй время от времени себя, это не лишнее. Потом, ну, для пасторей тоже рекомендую, конечно, для служителей, проповедников, в разных церквях, рекомендую все-таки время от времени тему идолопоклонства поднимать, потому что это свойственно падшей человеческой природе, и вообще, это очень свойственно человеку, невозрожденному, но даже и возрожденному поджидают очень много подвухов на этом пути христианском. Знаете ли, очень часто мы прилипляемся к чему-то, и это очень бывает, ну, тяжело расстаться с этим. Идолопоклонство. Открытая форма болезни, я назвал ее уже, есть скрытая форма. Библия и в Ветхом, и в Новом Заветах говорит нам о скрытой форме идолослужения, идолопоклонства. Вспомним царя Саула, вспомним Самуила, пророка, который обличал Саула, среди прочего, обличал его и в идолослужении, потому что противление то же самое, что идолопоклонство. И странно, царь этот формально не был идолопоклонником. Наоборот, он был как бы борцом с идолопоклонством, но в глазах Бога он был таким же идолопоклонником. Он, гнушаясь идолов, святотатствовал, как написано уже в Новом Завете. И в чем было его идолопоклонство? Он противился Божьему слову. Он делал наперекор Божьему повелению. И в глазах Бога это было то же самое, что идолопоклонство. И еще в Новом Завете говорится, что любостяжание это есть то же самое, что идолопоклонство. Любостяжание это славянское слово, мы так уже не говорим давно, но это жадность как форма жизни. Любостяжание, любовь к стяжанию. Из всего пытается человек материальную выгоду извлечь. Это его образ мышления, образ жизни. Когда человек жаден, да? Или жаден на говядину, например, да? Вот, наверное, уже когда с говядиной, это уже, конечно же, его идол. Здесь любостяжание это любовь к стяжанию. Когда человек из всего пытается материальную выгоду извлечь. В глазах Бога есть то же самое, что идолопоклонство. Можно говорить некоторым протестантам, допустим, некоторые протестанты, я знал в Киеве, таких братьев, хороших братьев основной страны, и они говорили, вот эти православные, эти католики, вот они там с иконами, там, значит, там, с крестами, там, значит, с Марией, что творят. А мы, значит, как бы чисты от этого. Но, знаете ли, к сожалению, не знаю, как у вас двери, но в Киеве вот эти последние годы были очень тяжелые для евангельских многих церквей христианских. Не из-за того, что прессинговления нет, внутри были проблемы. смешали бизнес структуры с церковными структурами, и некоторые братья, сестры, я знал, у них только братьев, сестер, допустим, в 99-м, в 2000-м году, они горели любовью к Иисусу, говорили об Иисусе, но прошло несколько лет, я встречаю их, они, да, они Иисуса вспоминают, да, они говорят где-то о Боге, но для них это уже как бы на десерт, а основное блюдо, это у них вот вовлечь другого человека в пирамиду финансовую, кинь ближнего твоего, пока ближнего не кинул тебя, значит, и уже смотрят друг на друга на домашней группе, допустим, смотрю уже хищным взглядом капиталиста, вот как бы, как бы поиметь ближнего твоего, пока ближнего не поимел с тебя, и вот эта система, она стала работать, и знаете ли что, дьяволу удалось сделать то, что не могли сделать коммунисты в открытом гонении, в мирное время, казалось бы, когда я жить не хочу, и радуйся, и распространяйся, и проповедуя Евангелия, через любостяжание получилось, так или иначе, но во многом получилось у дьявола остановить в Украине пробуждение духовное, хотя сейчас оно продолжается, но поверьте, темпы далеко не те, что были тогда в 98-99 годах, и я считаю, что здесь очень роковую роль сыграла любостяжание, именно скрытая форма идолопоклонства, и очень многие братья, многие пастыри, служители, которые осуждали православных нас, и говорили, вот вы такие-сякие, нет, я разделял их мнение многие, и я поддакивал, даже говорил, аминь, там, твердое, на это все, но, понимаете ли, оказались у разбитого корыта, как та бабушка, да, значит, в той сказочке, и почему? Потому что Бог наш, Он бодрствует, и до ревности любит Дух Святой, живущий в нас, и если что-то на место Бога становится в нашей жизни, это если уже идол, и поэтому всем нам Библия говорит, убегать от идолослужения, то есть, если хочешь стать идолопоклонником, делай как все, живи как все, и будешь идолопоклонником, рано или поздно, но если ты не хочешь им стать, ты должен предлагать усилия, чтобы не сделаться идолопоклонником, идолослужителем, и меньше всего мы можем доброе что-то сделать, помочь осуждением, но мы можем многое сделать покаянием, смирением, и как Ефрем Сидин говорил в древности, Господи, дай мне видеть моих предрешений, и не осужден брата моего, потому что ты единый, благословенный во веки веков, аминь. И очень важно на самом деле здесь бодрствовать, и конечно же, мне очень порой горько от того, что миллионы православных христиан вот так вот на мякине обмануты дьяволом из-за просто непросвещенности евангельской, библейской, потому что человек, читающий Библию, ему сложно очень стать идолопоклонником, его сложнее вести в это заблуждение, но который не читает Слово Божье, здесь уже обманывая, как хочу. Поэтому элементарно бороться с идолопоклонством вначале нужно именно просвещением евангельским. А для вас большинство из присутствующих протестанты, для вас лучшей профилактикой от скрытого идолопоклонства является верность в десятинах и пожертвование. То есть, чтобы не жаба нас задавила, а чтобы мы жабу задавили. Здесь так, либо пан, либо пропало, либо тебя задавят, либо ты задавишь. Это очень серьезно. И когда говорят, что такое десятина, это 10% дохода твоего. Когда говорят, что такое пожертвование, это то, что жертва, то, что оторвано. Для кого-то и две лепты, это было уже жертва. Знаете ли, а для кого-то и тысячу бросить ничего не значит, абсолютно. Жертва, когда больно. Жертва, когда это с мясом, когда отрываешь это от самых важных таких статей бюджета семейного, это когда реально больно. Это жертва называется. А десятина, это поначалу она и больна, но потом, когда уже привыкнешь, она уже нормально. А жертва всегда больна. К ней нельзя привыкнуть. Если привыкнуть, это уже не жертва, это уже по бычью своей. Да, надо побольнее как-то. Я помню об этом, столько рассказывал, если об этом интересно. Я наслушался всяким. Я помню в Киеве я был на служении у Генри Мадамы. Вот такой пастор, мне так нравится. Значит, я был на служении и он там о десятине говорил и говорил о жертве как раз. О жертве и говорил братья. Ну думаю, ну харизматы, им сам Бог верил, говорится, о жертве говорить, об десятинах как бы. Это их конек, думаю, ну послушай, что еще нового скажет мне пастор Генри. Значит, но он так сказал, что, ну не знаю, душу вытащит просто и все. Думаю, ну надо же, ну ладно. Значит, и он так сказал это все, так закрутил, что вообще, ну без жертвы и жизнь не мила вообще. Вот, и потом говорит, а сейчас, ближе к делу, вот значит, сейчас ведерочки пойдут и значит, а я же вроде бросил там пару гривен там где-то в какой-то ведерочке. Ну ладно, остальное приберег. А у меня было так, как у камикадзе, в один конец только, билеты, ну деньги. Ну, так получилось, что мы были в тот месяц на мели вообще и были с долгами даже. В долгах, а в шелках. И последние 20 гривен, ну туда были гривены еще, гривены еще были. Значит, и у меня был такой хитрый замысел. Там как раз, где Генрия раньше проводил служение, там оптовый рынок. Дешево, можно много чего купить. То есть, на 20 гривен, я купил столько, в обычном городе на 50, когда купил бы. И вот, и думаю, понакуплю, ну как бы, и сидим, все, и не знаю, что будет дальше. Да. И, представляете, и здесь ведра пустили. Я так, ну я уже, в принципе, все уже, как бы, значит, зажал. У меня, значит, остается один жетон на метро, значит, и вот эти 20 гривен, значит, на покупке. У меня дети, у меня жена, значит, и все. Я, значит, даже не думал ничего давать. И, представьте, внутри так тихо, тихо, но слышу так, отдай все. Я думаю, где он пошел? вот. Ладно, там пастор спят, я говорю, а здесь и туда же. Но не мог Бог, вот, видя детей, видя жену, видя мое, как я приняду, как я буду детям смотреть глаза? Ну что это? Это же разве Бог может? Не может быть вообще. Но, хотя внутри, хотя борюсь с дьяволом, но внутри понимаю, что Бог это сказал. Ну пытаюсь сам себя обмануть. А ведра все ближе. Меня аж в пот прошибло. Верьте, нет, короче, я 20-ку, значит, пожертвовал. Так, печальным взглядом проводил ведро, так, сдачи нет, значит, у Попова сдачи не бывает. Ушло уже все. После драки кулаками не машут, думаю, ну ладно, была жертва. Ладно, значит, все, аллилуйя, вроде хорошо. Печальным взглядом прошел мимо рынка. В метро, последний жетон, знаете, как все, как и микадо точно. Я думаю, вот, приезжая домой, а здесь, я подруга думаю, я же не расскажу всю эту историю. Думаю, харизматы развели меня на деньги. Думаю, надо как-то это по-духовнее, как бы, открытие. Ну, если я скажу ей, что голос сказал, так скажи, дурак, дьявол тебя искушает, точно. Думаю, ну ладно. Хорошо, я уже все передумал, значит, уже картинки с детства. Звоню, жена такая еще счастливая, такая довольная, такая, о, так хорошо, что ты пришел. Если кто-то знал, что там было, сейчас так не радовалось бы. И, слава Богу, я сразу все карты не раскрывал. Я стал слушать больше, что же жена говорит. Ну, пускай выговорится. Вот. Она мне рассказывает, представляешь, значит, она была дома, как раз с детьми. Представляешь, говорит, пока тебя не было такое происшествие, звонок, и голос там спрашивает, здесь отец Сергий живет. Так вот. Значит, мы, братья, с проездом, с какой-то церкви, там, западной Украины, проездом через Киев, вот, с поезда на поезд. И вот заскочили сюда к вам, значит, и хотим, ну, пожертвовать что-то, значит, вот, ну, у нас был подобный случай, ну, там где-то, ну, тоже где-то гривен, там, 30, 50, тоже деньги неплохие, но, ну, далеко не все, что нужно. Значит, и сумму конверт, а как, братья, вы хотя бы чай попьете, не, извините, мы уже на поезд, и дальше едем. И убежали, братья, все. Открывать конверт, там, пять сотеных долларов. Пять сотеных долларов. Я сразу такой верующий. Говорю, говорю, жена, а теперь слушай, как все было. Открывай. Открывай. Не, вообще, конечно, интересно, ну, вот реально скажу, что когда есть жертва, это хорошая профилактика, потому что, когда отрываешь что-то от себя, и больно тебе, да, больно это, не знаю почему, но Богу почему-то это очень нравится. Наверное, в этот момент мы очень похожи, где-то похожи на него. Вот, и он узнает, знаете, когда интересно тебе, когда в твоих детях что-то ты видишь от себя, да, не знаю, как вам, но мне это очень нравится. Когда, вот, я хороший стресс такой пережил, допустим, вот пару лет назад, когда я только осознал четко, ясно, что вот один из моих сыновей, он уже не только мой сын, он был всегда моим сыном, а теперь он мой брат. И это очень приятно. Приятно осознать, что он не только твой сын, да, не только от хотения твоего и жены родившейся, но от хотения Бога родился. И это потрясающе. Вот скажу, что это, Бог очень любит, когда мы, пусть в чем-то, в малом, может быть, но очень похожи на Него. Это очень сильно нравится. Аминь. Наш Бог, Он не жаден и вообще. Не знаю почему, но в Нем это отсутствует, просто у нас. И, да, друзья мои, и еще запишем несколько таких вещей, проблем, больших таких, я не буду о мелочах, таких больших. Мы записали, что, педобаптизм, многобожие, идолопоклонство, да? Запишем, антисемитизм. Антисемитизм. Антисемитизмом. Называют вражду к еврейскому народу, враждебное отношение к евреям, хотя семитами являются не только евреи, мы понимаем, да? Но антисемитизмом принято называть вражду против еврейского народа. Ненависть к еврейскому народу и все, что из этого вытекает. Антисемитизм и церковь. Как это совместимо? К сожалению, еще как совместимо. И главным образом, из-за того, что теология замещения однажды, вот в те далекие средние века, раннее средневековье, пришла в жизнь исторического христианства. На заре всего этого процесса вначале можно назвать того же самого Иоанна Золоустова, Василия Великого и других отцов-кабадакийцев. К сожалению, эти великие отцы, известнейшие даже вот в центре вашего города трехсвятилистки называются Бульвары или что это? Бульвар, да? Да. Вот. Для того, что кубок. Вы знаете, три свидетеля имеются в виду именно вот этих три человека. Василий Великий, Григорий Богослов и Василий Золоуст. То есть, это столпы веры, как бы. И в православии очень сильно уважают этих людей. В католицизме очень сильно любят этих людей. И их писания часто называют богодухновенными. Их писания, письма многие называют каноническими писаниями. То есть, как бы, приравнивая их по сути к Библии. Это нельзя делать. Я понимаю сейчас это, но я когда-то в это все верил. Так вот, у Золотоустого Ивана есть очень хорошие вещи. На самом деле, есть шедевры. Есть проповеди, которые... А где? Да вы что? Сейчас. Не дождешься. Да. Значит, есть очень хорошее проповедие. Кстати, потрясающее проповедие есть, называется «О рукоплескании в храме». Рукоплескании в храме. Представляете? Да, он говорил так, что собираясь на спортивных соревнованиях, мы рукоплесчем победителя. Собираясь где-то еще, мы рукоплесчем политикам, допустим, да, императору, кому-то еще. Но, собираясь в храме Божьем, мы рукоплесчем не проповеднику, не кому-то еще, а Господу Богу Всемогущему, достойного всех рукоплесканий. Если хорошее проповедие, ну, ваше здоровье. Это просто за реформацию. Так, господа. И антисемитизм это зло, которое пришло через неправильную теологию. Теологию замещения. Слышали все, наверное, об этом, да? Больше или меньше. Теология замещения или богословие замещения. Просто можно так объяснить это все на пальцах. Эта идея говорит, теология говорит так, что Бог раньше любил евреев, а потом взял и каждый раз любил. И полюбил другую. Церковь христианскую. А евреям все, развод, идите в форточку. Прошла любовь, завязывая к мидорам. Якобы, и теперь, якобы, все то, что хорошее было о евреях написано в Библии, это относится в церкви. А все плохое мы оставляем евреям. Вот такая история. Вы знаете ли, я бегал в эту неправильную теологию. В свое время я был научен примерно так же. Ну, это я очень упрощенно, конечно, рассказал, но на самом деле это более сложная идея. И это неправильная вера миллионов и миллионов христиан, тысячи священнослужителей, православные, католические, протестантские, очень разные. Эта теология, она объединяет в нечестии очень многих христиан, к сожалению. и я думаю, и я думаю, что даже, вот, обратите внимание, протестируйте себя сейчас. Если я начинаю говорить о евреях, допустим, или вы где-то слышите проповедника о евреях, и у вас что-то там коробит, и а что, мы руками шиты, и какой-то вот такой шовинизм, не шовинизм, но что-то такое поднимается, волна, то, знаете, эти бесы, они себя очень быстро сдают этим самым. Но не пугайтесь, ну, так грубо говоря, это как листы, значит, ну, так грубо говоря, то есть, не надо бояться, надо принимать правильные решения и лечение, назначить. Какое лечение? Лучшей профилактикой является слово Божье, конечно, местописание возьмите, и провозглашайте местописание, которые говорят конкретно об избрании еврейского народа. И, допустим, вспомним фараона, такого жуткого антисемита, египетского фараона, которому сказали, что Израиль первенец. Но фараон обиделся. Он считал свой народ первенцем. У своих богов у него был выбор либо смириться с тем, что Бог избрал еврейский народ и сказать, хорошо, вы первенцы, а мы будем вторые. Мы тоже с вами в царство идем. И было бы все по-другому. Весь ход мировой истории мог бы измениться. Но он обиделся, встал в полозу и говорит, нет, мы самое важное, вы номер два, вы рабы, вы ничего не стоящие и прочее. И отказался идти на переговоры, на разговоры даже эти. И мы что видим? Что Бог, Авраама, Исаака, Иакова, Бог великий, он просто-просто покарал Египет. Он наказал Египет и всем антисемитам на все века показал, что шутки с Богом плохи. И еще скажу, что если мы видим кого-то из братьев, неважно какой национальности, избранного Богом, поставленного Богом на служение, у нас есть два пути. Либо Бога прославить, сказать, слава Богу, слава тебе Господь за этого брата, либо позавидовать, начинает завидовать ему. И вот эта зависть, это и есть убийство души, просто-напросто. Антисемитизм, это зависть, это неправильная позиция, это зло. Наш православный антисемитизм чаще всего это из-за невежества. Булгаков об этом очень хорошо говорил, что это из-за просто-напросто незнания писания. Потому как среди протестантов должен быть антисемитов, но человеку, читающему Библию, оставаться антисемитом очень сложно. Ему очень сложно быть антисемитом, читая об истории Авраама, Исаака, Якова, о патриархах, читая о пророках, читая о родословии самого Иисуса Христа. С нашим антисемитизмом православным попроще здесь в чем-то, но как бы в чем-то и посложнее. Я помню один разговор такой, я бы часто приводил пример одно время, в еврейско-мессианской общине там в Киеве это рассказывал, там все покатывали. Ну, пример такой, для меня это было не очень как бы смешно, для меня это было больно, горько тогда. Я разговаривал с женщиной православными, и возьми да и скажи, так не специально, не нарочно, а вот что-то я упомянул, что Иисус Христос, как еврей, что-то там он сделал. Какой еврей? Да вы что, батюшка? Как бы креста напоследок. Какой еврей? Я говорю, ну как же, ну мама его еврейка, богородица, да вы что? Одна из этих женщин, она всю жизнь, оказывается, была антисемиткой такой, знаете, такой бескорыстный, такой антисемиткой, искренней. И она всю жизнь промолилась богородице. И на старости лет узнаешь, что оказывается, молилась еврейке, представляете? Ну я с ними провел там работу, знаете, все так по шерсти, все так вот как будто издалека, чуть нет Адама, все рассказал подробно, щит по чину, все хорошо. Мы расстались с друзьями, но одна из этих женщин сказала, другая уже, батюшка, хорошо, Иисус и Мария, евреи, хорошо, но, говорит, нашим Петра и Павла, говорит, не трогайте. А русские. А у них там престольный праздник Петра и Павла. Я думаю, если о наших Петре и Павле расскажу, всю правду, это уже будет пахнуть всемирным еврейским заговором. Слишком много стресса для одного дня. Не считаете так? Но, скажу, что, конечно, чаще всего антисемитизм из-за невежества, из-за незнания. Но, когда приходит понимание, когда приходит Слово Божье, когда человек углубляется в Библию, то у него вот эта шелуха отпадает. Но вопрос другой. Даже читая Библию, можно оставаться антисемитом, если ты находишься в системе религиозной, которая тебя направляет вот именно по какой-то колее определенной. Ну, чего греха таить во времена Третьего Рейха, да, примерно треть, даже не треть, да, треть, треть всех пастырей евангелического, лютеранского, баптистского братства, протестантского братства в Германии, значит, приняли дарвинизм и национал-социализм, фашизм как религию, как именно веру, как именно доктрину. Примерно треть всех пастырей, больше или меньше, да, в разных союзах было. И во главе этой системы такого отступнического протестантизма, принявшего все это, был такой некто Мюллер, был рейхс-епископ Людвиг Мюллер. Он был старшим епископом вот этого союза, огромнейшего союза, протестантского союза, принявшего национал-социалистическую идеологию фашизма. Представляете, это протестанты были. И при том, при всем, что эти протестанты считали, как и сам фюрер, что то, что они делают, это и есть христианство. Это ужасно. Эти пастыри, протестантские пастыри, отказались, значит, ну, по сути, от Евангелия, потому что они послушались своего, этого фюрера, значит, и согласились делить свою паству на христиан первого сорта, и второго сорта, на христиан арийского происхождения и неарийского происхождения. И притечать отдельно христиан-арийцев и отдельно неарийцев. Знаете, как второй сорта. Ужас. Кстати, из католических германских священнослужителей лишь один. Если у протестантов было как-то, все-таки, ну, две трети примерно всех протестантов отказалось от этой идеологии, отказалось признавать национал-социализм именно религии, верой своей, по сути, новой, то в католическом братстве было еще хуже, вообще гораздо хуже. Там лишь один священник, это был Дитрих Бенхофер, но, но, это был Бернхард Лифтенберг, Бернхард Лифтенберг, настоятель, значит, церкви святой Ядвиги в Берлине, в ГДРовской части Берлина, в Восточной Берлине сейчас. Так вот, именно этот священник, Бернхард, он отказался публично делить свою паству на арийцев, не арийцев. Больше того, начиная с устальной ночи, он молился за гонимых христиан и евреев, за христиан, не арийцев и евреев, которых гнали тогда, по сути, скрытым гонением, потом открытым гонением. И в своем костеле, в своей церкви, он притещал всех вместе, неважно, арийского или не арийского происхождения, независимо от национальности. Его предупреждали, его стращали, его и по-хорошему, и на повышение его поднимали, предлагали ему, значит, ему и епископскую, и кардинальскую шапку, то есть предлагали ему карьеру сделать в церкви тогдашней, но он отказывался. И по-плохому, его гестапо арестовывало, ему предлагался компромисс, местные кардиналы, епископы германские говорили ему ложь, говорили, что мы, мол, тоже скидли в кармане, сварстику носим, и, как бы, скрипя сердцем, делим свою паству, но время такое, знаешь, ты куда? Папа молчит, римский, все молчат, а ты что один? Ты, священник, простой священник, пошел против вражна, пошел против системы, и его гестапо полгода ломало, в 42-м году, его публично судили в Берлине, процесс транслировался по всей Германии, это был открытый процесс, потому что впервые католического священника публично судили за отказ признавать национал-социализм и дарвинизм, такой социальный дарвинизм, будет так говорить, значит, борьба видов, как бы, значит, да, и борьба рас, признавать христианской идеологией, и на суде он остался верным своим убеждением, христианским убеждением, его осудили в Констагере, в Дахау, и по дороге он скончался, фашисты даже в Констагере боялись такого человека, как вождя сопротивления, по сути, не с наганом, не с пулеметом, а именно с Иисусом Христом, с именем Иисуса на устах, и потом прошли годы, уже в послевоенной Германии, уже в 60-е годы совершилось такое действие, не очень приятно, конечно, для меня лично это было не очень приятно, я был в этом храме, не раз уже бывал в этом храме, где служил, значит, Бернхард, Лифтенберг, и его объявили святым, католическая церковь, и прямо вот, когда заходишь в храм, в коридоре сделали выставку, посвященную, постоянную действующую выставку, посвященную, как раз, и мемориал сделали, и дом-музей сделали, Лифтенберга, и, знаете ли что, Папа Римский приезжал, благоставлял этот музей, благоставлял память об этого праведника, его назвали мучеником, назвали его святым, но, господа, знаете, я не мог никак вот с собой совладать, пока ходил по этому музею, я настраивался, чтобы подумать об этом человеке, я не мог о нем думать вообще, почему-то, вообще, я все время, с самого начала и до конца, пока мы не вышли оттуда, я думал, знаете, о ком? О тех тысячах, тысячах священников, которые молчали, которые так или иначе молчали, и, больше того, о тех иерархах, которые говорили ему, заткнись, перестань, сегодня гробница пророка этого, этого человека, она покрашена, сегодня она превознесена, эта гробница, но что его костям, это превозношение, друзья мои, и, конечно, ужасно, что система, мертвая система, она, вот, пытается выдать себя за настоящее христианство, но настоящее христианство, там, где Христос, где живой Спаситель Иисус, и я упомянул, уже нечаянно так ошибся, я говорился, одного из лидеров протестантского, протестантского сопротивления, такого, идеологического, духовного сопротивления, Дидре Бенхофер, Мартин Немюллер, другие лидеры, именно пастыри, протестантские пастыри Германии, которые отказывались, публично отказывались, демонстративно отказывались, но им с рук сходила, они протестанты, у них была другая статья совсем, но потом и они попали под раздачу, попали под репрессию, третья всех пастырей Германии были репрессивно протестантских пастырей. Вот, и, друзья мои, царство Третьего Рейха, или коммунизм советский в СССР, это все были жалкие такие, хотя ужасные, но и генеральные такие, но это были, будем так говорить, репетиции царства Антихриста, то, что грядет, и то, что будет весьма более жестоким, чем было тогда, во времена коммунизма или фашизма. Но, сегодня, именно в период мира, у нас есть повод задуматься, с кем мы, где мы, завтра, когда, просто безбожная идеология может завладеть умами миллионов людей, где мы окажемся, по какой сторону баррикады. Хотя я лично надеюсь на то, что буду в числе тех счастливчиков, которым повезет, которые не совочатся, облачатся в небесное жилище, где смертное будет поглощено жизнью, я об этом могу много говорить, мне очень нравится об этом разговаривать, потому что, как христианин, я ожидаю моего Господа на облаках идущего, я верю в это восхищение церкви, и это будет потрясающе. Но для тех, кто останется, работа не почтный край. Дух Святой, он уйдет, но и не уйдет, как бы. Знаете, как было до времени благодати, Духа Святого Царства не было еще, но точечно Дух Святой действовал. Точечные удары. Один, точечные удары. И ты, допустим, хотя тяжело, я не представляю, как можно без Духа Святого вот так вот долго обходиться. Я не знаю, это как без воздуха. Затыкать все, но потом нужно все равно вдыхнуть. Дух Святой будет действовать. Точечно действовать. Будет приходить, вытешать верующие. Ты будешь говорить какому-то человеку, обреченному уже быть пушечным мясом антихриста, и ты будешь говорить о Христе. Он скажет, да какой Христос? Зачем ты будешь рабочий человек? И вдруг Дух в свой раз придет, он, ох, точно, я грешник, он будет каяться. И это действие Духа Святого, покаяние без Духа Святого невозможно вообще. Принципиально невозможно. И слава Иисусу, друзья мои. Мы списали об антисемитизме. Я скажу, что вообще межнациональная рознь это зло. Интернационал, не коммунисты придумали. Они это у нас взяли. Идею в христианстве это взяли. Потому что во Христе Иисусе интернационалисты это мы как раз во Христе Иисусе. Армянин, русский, украинец, африканец, вот я вижу, брат, черный, представитель Солнечной Африки. Другие братья, разные цвета кожи. Во Христе Иисусе как раз есть новая общественная формация, которая никогда не была в истории раньше человечества. Нам говорили, что новая формация это советский народ. Но на самом деле это была ложь. Новая формация, это новая сообщесть людей, это во Христе Иисусе единый народ Божий. Слава Иисусу Христу. И во Христе, на кресте Иисуса Христа была всякая межнациональная рознь была прибита ко Христу. Была убита на кресте. Слава Иисусу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Аминь. Кстати, вот записка прямо вот, как говорится, не в грох, а в глаз. Как вы относитесь к Израилю, к еврейскому народу? Положительно. Больше того скажу, больше того скажу, что я являюсь убежденным сионистом. Начиная с 96-го года, когда я вышел из традиционного православия, некоторые вещи я пересмотрел. И в том числе отношение к Израилю как государству. Для меня, начиная с 96-го года, само существование государства Израиля стало не просто, знаете ли, нечаянным таким действием политических интриг. Не просто случайностью, совпадением, а стало исполнением Божьего обетования. Божьего слова. Для меня это стало не просто как бы решением отдельных патриотов Израиля. Это не просто решение человеческое. Это решение божеское. Когда, 2000 лет назад, 2000 лет тому назад, когда Израиль пошел в рассеяние, когда все-то произошло страшное, и началось 2000-летнее изгнание, находились такие уже пророки. Один из них, уже я говорил о нем, Иоанн Златоустый, он говорил такие слова страшные, что Израиль никогда не вернется в свою землю, что навсегда Бог отвернулся до Израиля, и никогда не будет такого государства больше. Евреи никогда не будут жить в Иерусалиме и в Израиле. Все. Это якобы видимый знак Божьего вечного гнева на Израиль. Друзья мои, в 1948 году, 14 мая, когда Бен-Гурион о независимости Израиля читал, эти строки были не просто провозглашены политикам, это божеское было послание этому миру. Пришел час, пришло время исполниться Слово Божьему. Я думаю, многие тогда и сейчас не понимают просто, и евреи, и христиане. Я много антисемитов среди евреев встречал и в Америке, в том числе, к сожалению, многие богатые евреи в Америке не хотят Израиль поддерживать, и являются антисемитами, именно и антисионистами, по своим убеждениям. Многим богатым евреям не по сердцу, что существует такое государство Израиль, как таковое. Израиль существует благодаря Божьему промыслу, сильному Божьему желанию. И существование Израиля перечеркивает всю идеологию антисемитизма. Теория замещения, теология замещения, она рушится именно через существование государства Израиля. И тем более, друзья, я могу вам привести много примеров того, но, думаю, во время вот мартовской здесь, в вашем городе, вот эта конференция Эвенезер будет более детально об этом говорена. Я думаю, более детально об этом будет сказано и Борисом, и другими братьями. Но я упомяну кое-что, что за эти годы существования Израиля очень много чудес Бог совершал. Точно Бог совершал. Сто процентов это Бог был. Потому что такие чудеса мог Бог совершить, когда враги ополчались на Израиль. Вспомним шестидневную войну, вспомним другие эпизоды, когда у Израиля шансов никаких не было. А сейчас тоже мир ополчается против Израиля. Сегодняшняя война, которая намечается в этом году, она может произойти все, что знало вообще раньше человечество на этой части света. Но, друзья мои, с другой стороны, Бог всегда, Он исполняет свое слово. И сегодня мы увидим очередное поражение тех, кто пытаются Ахмадиджат и прочее, пытаются наезжать на Израиль, пытаются оружие ковать, ядерное оружие и прочее. И сегодня, к сожалению, российские войска введены в такое заблуждение. И многие люди, русские, в погонах перед выбором идти на Израиль или не идти на Израиль. Если вы человек, если вы офицер, солдат в армии, перед вами будет выбор. Как тогда в армии Вербахта был выбор, идти или не идти. Многие солдаты служили и говорили, это нам сказали, нам приказали. Но ты, не дурак, ты думай своей головой. Если ты не просто в погонах, но еще у тебя сердце человеческое, ты должен понимать, что есть Бог на свете. И справедливо ли перед Богом слушаться больше вас, людей, чем Бога самого. И поэтому присяга присягой, но есть присяга, которая больше любой земной присяги. Это присяга Господу Богу Всемогущему. Слава Иисусу! Друзья мои, это очень важная тема, считаю, очень нужная тема сейчас. Но скажу, что, конечно, для теологии антисемитизма, наверное, самая такая хиллесовая пета как раз как раз наше христианское отношение, правильное отношение. Потому что, я что имею в виду? Что если мы, христиане, правильно относимся к Израилю и благоставляем Израиль, то мы показываем, что эта идеология, она никчемная вообще. И мы пожинаем благословения тогда. Написано, проклинающийся, пророк благоставляющий, благоставлен. И, к сожалению, вот чего грех отдаёт, сегодня проклинается Израиль чаще всего христианами. Вот, в частности, православными христианами. В православных цепях совершаются проклятия в адресе еврейского народа. Я думаю, многие из вас это слышали или догадываетесь об этом. Я, как выходец из системы традиционного православия, об этом очень часто говорил и говорю, и буду говорить. Дело в том, что об этом еще Александр Мень говорил в 80-е годы. Он более детально изучал эту тему. И он сказал очень интересное слово однажды в интервью одному из журналов, что в каждой книге богослужебной православной есть тексты антисемитских, где проклинаются евреи, проклинаются еврейским народом. Особенно перед Пасхой, перед православной Пасхой, во время еврейской Пасхи, библейской Пасхи, десятки раз от лица молящихся священнослужители говорят проклятие в адрес еврейского народа, чтобы прокляты и такие вы, и всякие и прочее. И особенно при так называемых похоронах спасителя, вынос плащаницы и похорона спасителя, где именно евреи обвиняются во всех этих грехах в убийстве нашего православного Иисуса Христа. И не в дальнем порой людям в рясах, что Иисус, Он сам отдал свою жизнь за жизнь мира, и не только грехи евреев, но и грехи всех нас были на Нем, на Иисусе Христе, что распинатели не только вот те, но и мы сегодняшние распинатели Иисуса Христа. И выход лишь один покаяться, примириться. Вот тем священникам я обычно так говорю, хорошо, вы говорите, евреи распинали Иисуса, хорошо, но позвольте, все ли распинали? Все ли кричали распни? Я знаю избегли ту еврейку, которой оружие прошло душу после Христа. Ее еврейское сердце материнское было пробито тогда особым страшным оружием, каково видит сына своего, ни за что убивая его. Знаете ли, никому не пожелаешь такого. Его, все, да, отреклись ноги, да, но был, были из учеников те, которые стояли возле, Иоанн стоял возле. Хорошо, вышли на позорище многие люди, но ведь многие потом шли в Иерусалим, били себя в грудь, каялись. И в разных народах есть разные люди. Сегодня среди масонства, среди вот тех олигархов, что просто воздомышляют многое злое, все ли евреи? Там много разных людей, разных национальностей. Поверьте, встречаясь с некоторыми богатыми людьми, я понял, что это зло не только отдельных наций, это интернациональное зло. И скажу так, что грешников в любом народе хватает, но есть особые божьи обетования. И, наверное, еврейские мозги, они больше способны совершать зла, но и больше совершать добра. Куда направишь? Как и любой из нас. Если ты больше знаешь, ты сможешь больше набедокурить, ты можешь больше зла сделать, но если меньше знаешь, ты можешь меньше зла сделать. Дай тебе, допустим, миллиард долларов, ты сможешь много зла сделать, или много добра сделать. А если у тебя ничего нет, то ты сможешь очень мало зла сделать. Если у тебя есть, допустим, кнопка от ядерной ракеты, ты сможешь много зла сделать. А если у тебя есть один пистолет, то были, что ты можешь мало с нас сделать. Вот, и кому много, но с тобой больше спросится. И, конечно, говорят, вот революция 17-го года, много евреев было тогда, и сейчас говорят многие такие лжепатриоты, вот евреи сделали революцию. Ха, друзья мои. Да, много было евреев, да, но посмотрите на биографии этих евреев, Бронштейнов и прочих. Их матери, их бабушки были изнасилованы во время еврейских погромов. Их отцов бесчестили. Нет хорошей жизни, они пошли в революцию. Знаете ли, евреям было либо погибать, либо что-то надо было делать вообще. И очень большое благословение мы получаем, разные страны могут получить, если будем все время дружить. Если будем еврейский интеллект, мозги еврейские, способности в мирное русло направлять. Большое благословение, поверьте. Бангурен, кстати, говорил, что из всех гендеров Израиля у нас есть лишь наши еврейские мозги. Но это поистине бездонные нитры. Слава Богу. И скажу еще, что если мы благоставляем, мы будем благословленными. Если проклинаем, будем проклятыми. Вдумайтесь, друзья, ведь подавляющее большинство наших соотечественников себя относят к православной церкви. И если иерархия проклинает Израиль, что может пожать паства? Каков поп, таков приход. Конечно, не все священники-антисемиты. Далеко не все, конечно же. Я встречал много священников порядочных, понимающих все, ну, правильно понимающих. Тот же самый покойный Чистяков, которого я уже вспоминал не раз сегодня. Он лично опускал эти моменты, где проклинаются еврейские, еврейский народ. И он просто-напросто, ну, маркером убирал это. И, или заклеивал, и не читал эти тексты. Он был один из тех, кто имел привычку думать над тем, что он говорит и что он читает. Но большинство наших священников не имеет обо привычки задумываются над тем, что они читают и говорят. Некоторые священники даже возмущаются и говорят, как? Мы проклинаем когда? Да вы что? В жизнь такого не было. Но когда факт ну припираешь, смотри, брат, вот, 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 вот. Многие говорят, ну, а что делать? Не мы это придумали, не нам это вменять. Грех будет на тех, кто это все придумал, а мы лишь винтики в этом механизме. Люди пытаются спрятаться за ширмой такой коллективной безответственности. Но есть персональная ответственность перед Богом каждого из нас. Это надо учесть. Так, друзья, и антисметизм мы записали, запишем еще оккультизм. Оккультизм. Еще одна из таких больших, огромных проблем исторического христианства, которые вот именно в тот период в Вене, я имею в виду 4-е, 5-е и дальше 6-летие пришли в историческое христианство. Здесь очень много примеров из слайдов на эту тему, конечно, можно отметить следующее, что оккультизм религиозный чаще всего выражается в традиционном православии, допустим, католицизм опять-таки в молитве за упокой, в молитве за мертвых, в неправильном, в нелеблейском понимании загробной жизни, вечной жизни. Я не знаю, кто из вас, может быть, имел какой-то, допустим, опыт такой, молитвы за упокой, кто ходил раньше в православный храм, допустим, до того, он пришел в протестантскую церковь, вы, допустим, ставили свечки за упокой, да? Или, допустим, заказывали обеднюю за упокой, да, сороколуз за упокой. Ну, вот, это и есть религиозный культизм, это, ну, как бы, пора отрекаться к этому. Если вы не имели такого отречения, то лучше это сделать сейчас, не уходя дальше. Просто скажите в полголоса, мы сейчас еще помолимся, общей молитвой такой, что во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от всяких этих небожьих таких вещей, что были в моей жизни. Просто познайте из Божьего Слова, что именно здесь, живя на земле, человек должен принять решение, важнейшее решение в своей жизни. И покаяться в своих грехах, возродиться. И если он на земле не испытал этого, после смерти бесполезно, знаете ли, поздно локти кусать. И после драки кулаками не машут уже. И пастор Тарас, он вспоминал одного из батюшек, известных сегодняшних российских батюшек, который говорил, что я, мол, погибший грешник, но у меня надежда есть, чтобы за меня молились там, после моей смерти, как бы, мои там знакомые, может быть, родственники молились. Но это все ложная надежда, ложное утешение, ничего общего не имеющее с Библией. Друзья, молитва за упокой. Вы уже поняли, наверное, догадались, что я не молюсь за упокой, не молюсь за умерших. И я делаю это осознанно уже с того самого 96-го года. Я молюсь только за здравия, молюсь только за живых людей. В Библии есть примеры, их очень много тоже интересных, разных молитв. Вообще, учение о молитве, я очень люблю эту тему, о молитве, и говорю об этом в церкви часто. Молитва, как общение с Богом, разговор с Богом. Везде о молитве говорится в Библии очень много, и в Ветхом, и в Новом Заветах. Есть учение о молитве, есть примеры молитв самого Иисуса Христа в кортеке, в молитве и его учение о молитве. Но, нигде нет даже намека, что живые могут молитвами помочь умершим. Даже намека нет на это. Больше того, как в Писании говорится, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. Еще скажу, что первые христиане первых 300 лет не имели опыта молитвы за умерших, своих или чужих умерших, в церкви или вне церкви. Даже, еще больше скажу, в четвертом столетии, когда уже тысячи церквей строились по всей необъятной Римской империи, не было практики молиться за упокой. Молитва за упокой пришла да, вторая половина четвертого, начало пятого столетия, и это учение пришло через спиритизм, через общение с душами умерших некоторых монахов. К сожалению, это было, и примеров здесь хоть отбавляй, тот же самый Маккарий Египетский, Пахомий Великий и прочие отцы церкви, которые, к сожалению, погрязли тогда в оккультизме религиозном, монашеском оккультизме. И за умерших в Библии есть лишь одна молитва. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Самый удивительный случай описан в 11 главе Евангелия Теана, когда Иисус воскресил друга своего, Лазаря, который умер, который был четыре дня во гробе, уже смердил, признаки были разложены на лицо, и Иисус поднял его из гроба и говорит, Лазарь, иди вон, иди сюда, выходи. И Лазарь вышел обвитый пеленами и погребальными, и потом он сказал ученикам, Иисус, снимите с него эти пелены. Лазарь жил еще по преданию церкви, он был даже епископом на Кипре, ну мы не знаем точно его дальше биографии, но мы знаем, что он был жив, его хотели убить вновь, потому что ради его воскресшего многие верили в Иисуса. И после этого случая религиозная мафия решила убить самого Иисуса, потому что он не вписывался уже ни в какие системы религиозные. Почему? И почему Иисус медлил, кстати, почему он медлил, почему он, узнав о болезни тяжелой своего друга при смертном состоянии, не спешил прийти на помощь. Марфа, Мария, что они говорили, помните, да? О, если бы он был здесь с нами, не умер бы брат наш. Но Иисус хотел, чтобы он умер, и чтобы он уже протух, сгнил уже, чтобы вызвать его из могилы и показать кое-что людям. Что-то они не видели никогда раньше до того. Дело в том, что Иисус воскресил друга своего в четвертый день. По теологии иудаизма тогдашнего и сейчасшнего лишь три дня, в течение первых трех дней после смерти душа может быть возвращена в тело. Каббалистика, современная наука религиозная и еврейская учит тоже тому же самому. Первых три дня. Там, в Хевроне, есть место, которое, согласно учению Каббалы, является, и вообще, артатоксального иудаизма, является той духовной куполиной, где души поднимаются и после трех дней по-любому, вам в любой ешиве скажут евреи, что невозможно возвращение в тело. Но Иисус совершил невозможное, человеком невозможное. Он совершил чудо воскрешения в четвертый день, дождавшись того момента, когда уже нет обратного счета. И он сказал так, что все, это подтверждение божественности моей. По сути, этим показал он, что он не просто пророк. Если бы он воскросил друга в первых три дня, он бы дал основание всей религиозной мафии тогдашнего иудаизма сказать, что, как Никодим помните, говорил, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога. То есть самородок, Равин самородок. Не учился нигде, не заканчивал ешивы, но он вот такой по призванию от Бога самородок, чудотворец. Но воскресив друга в четвертый день, он показал, что он выше всех человеческих доктрин, он выше всех этих ешив, он выше всей системы религиозной, он есть от века сущий, как он сказал о себе сам, от века сущий, как и говорю вам. И, друзья мои, у религиозной мафии было лишь два пути после этого. Либо убить его, распять, что они сделали, либо смириться, покаяться, мы ничего не знаем, учи нас, ты наш учитель. Знаете, что, друзья мои, я скажу, что есть и сейчас выбор у нас, с кем мы, где мы. Иисус, он есть воскресение и жизнь, он о себе так сказал, что он есть воскресение и жизнь наша. Слава Иисусу! И других молитв за упокой мы не знаем из Писания. Написано, неужели все православные после смерти попадут в ад? Им нет прощения? Давайте не спешить судить никого, ни живых, ни мертвых. Я считаю, что вообще вопрос поставлен некорректно, потому что мы не можем, не имеем права перед Богом судить никого. Я вам кое-что напомню интересное. Может быть, читал Рика Джойнера. Интересный брат, очень интересный служитель. Он несколько раз был восхищен на небо, и я верю его откровению, потому что оно не противоречит Слову Божьему и здравому смыслу. Но он кое-что рассказал, то, что не вписывалось никак в теологию традиционную, протестантскую. Он сказал так, и подтверждал это несколько раз в своем небесном видении, чтобы там, в небе, мы порой увидим тех, кого мы не думали увидеть вообще. И наоборот, некоторых там не прописаны из тех, о ком мы думали сто процентов, они там. И не только брат Рик, но и другие братья. Я знал некоторых братьев, пятиатников старых, которые в советское время переживали смерть и потом возвращение в тело. И они примерно то же самое рассказывали. Они видели на небе некоторых мучителей, гонителей христиан, которые, оказывается, были там. И некоторых верующих, которых замучили, которых не было там, оказывается. То есть вообще, ну как бы, все подруге. Бог смотрит не как человек, оказывается, Даже тело насажения там, но не имея любви, нет ни в том никакой, оказывается, награды, ничего. Вообще, Бог смотрит не как человек. Поэтому давайте не спешить судить людей. Но я знаю одно, что многобожие и идолопоклонство это очень серьезные вещи. И по сути, находясь в православии, спастись почти невозможно. Благодаря системе. Но Богу все возможно. Богу все возможно. И я знаю много примеров, когда люди, находясь в православии, в других системах некоторых религиозных, еще более запущенных при том, спасались, переживали Иисуса Христа Спасителя. Я вам уже рассказал про пример родного брата мусульманина, который пережил спасение через веру в Иисуса Христа. Я вам не сказал еще всего, он целый год изучал Писание, потом на своем родном французском языке углублялся в Писание Нового Завета, разговаривал с Иисусом, имел переживания, но еще целый год оставался тайным христианином. Внешне он был таким же молой мусульманским, совершал служение в мечети. Знаете ли, Бог знает, но это другая тема о суевериях. Бог знает наше сердце и Он спасает разбойника на кресте, может быть, кляния родственники убитых, там и ограбленных, замученных, и изнасилованных, но Господь сказал, ныне же будешь со мной в раю. Это не то, чтобы все собаки попадали в рай. Нет, но я скажу, что Господь, Он милостив и Он знает наше сердце. Мы не будем судить, как Вы относитесь к различным библейским, к различным библейским переводам, к отличию их от оригинального текста. Но вообще, скажу, братья, любой перевод это есть перевод, согласитесь, это не оригинал. Поэтому можно читать в переводе, можно читать в оригинале. если Вы не поленитесь, то учите иврит. Это лучше. Я сам, честно говоря, ленив в этом отношении, но у нас есть священник, который в нашей церкви, он хорошо знает иврит, и он подтягивает нас всех сейчас и обучает нас этим основам иврита, по крайней мере, базе. Это очень сложно, но это достойно, считаю. Греческий язык, да, надо знать хотя бы термины, главные определяющие термины, богословские термины некоторые на греческом языке, на еврейском языке, потому что без этого нас легко могут запутать порой некоторые словоблуды, религиозные, каковых очень много сейчас, поверьте. И чтобы нам не поддаться на эти происки врагов, мы должны знать некоторые термины на языке оригинала и знать их значение, чтобы не поколебалась наша вера, евангельская, библейская вера. И сегодня век компьютеризации, век технологий. Видите, я сам пользуюсь чаще всего не бумажной библией, а вот такой библией. Мне там больше нравится, потому что мне не нужно теперь возить, как раньше я возил с собой энциклопедии, словари некоторые. Все здесь. Значит, и это очень облегчает задачу. Больше того, рекомендую, не поленитесь, поставьте себе на компьютеры библию с номерами стронга. Это облегчает задачу. Если вы знаете английский, вам вообще повезло, потому что в английском она есть в полной версии. На русском она сырая еще программа, к сожалению, и на украинском еще более сырая. На английском она есть полностью. Это программа библии с номерами стронга. Любое слово библии вы можете нажать, выберите опцию, нажимаете, открывается отдельное окно, значит, или как вы настроите сами уже, свой компьютер сами. Мне нравится, она отдельным окном открывается. И там все значения этого слова есть. Больше того, в английской версии полной, там есть даже такая рубрика, где говорится, как это слово употреблялось в той или иной ситуации, в том или ином событии. Очень хорошие примеры. Рик Реннер очень много использует именно вот таких примеров как раз в своих проповедях и учениях. Я считаю, это очень правильно. Допустим, вот элементарный, христианский пример уже такой, со словом метаноия, переведенным как покаяние. Это слово написано, что это слово переводится как еще изменение сознания, перемена мышления, перестройка, новое мышление. Горбачев сказал, это метаноия по-гречески. И еще, говорится, что метаноия использовалась в греческой армии как команда кругом, раз, два. Шли в одно направление и Бог командует. Покайтесь. И мы разворачиваемся и идем в противоположное направление. То есть покаяние это движение в другое направление, прямо в противоположное направление. Интересно, да? А Бог повелевая, написано, всем людям повсюду покаяться. Слава Богу, за нашего генералисууса, командующего нам кругом. Кстати, а с еврейским текстом вообще просто сказка. Удивительно, когда погружаешься в мир иврита, то открываешь для себя Библию с изного. Просто, просто, как будто бы ты не читал никогда вообще Библию. Поверьте, это настолько увлекательно, что просто ну диву даешься. Многие термины, которые на иврите я выписываю себя отдельно, значит, заучиваю, они открывают библейские тексты совершенно по-новому. Как будто бы ты никогда не читал всего этого. Допустим, классический пример, его многие проповедники используют. Когда Бог навел сон на человека, да, к примеру, вот Шура, допустим, вот Адам, да, уснул, раз, и достал, армянский шанамбут, да, раз, взял из ребра, создал жену. Но что интересно, оказывается, это же слово антомически, да, ребро значение, но все остальные значения, они потрясают вообще. По каждому из них можно отдельно проповедь говорить вообще. Это же слово означает карту, сокровищ, допустим, которые разделены на две части, и по одной половинке не найти этих сокровищ. Вести вы их найдете. Представляете, столько много сокровищ можно найти вместе, а? А по отдельности ничего. Один чек, вам выписали, порвали их, бесполезно в банк обращаться, но вместе у вас будет большая сумма, слушайте, опору снеодинули. И много других примеров. Две части одного плода, там другие значения, все имеет двустворчатые двери, там вообще там потрясающие примеры такие. И поэтому, зная и в ритм, мы глубже познаем Слово Божье, да и самих себя узнаем вообще в другом свете, вообще это потрясающе. Кстати, маленький пример свихреста, из моей личной жизни. Когда-то, впервые, когда я обратился к Богу с покаянием, это было чуть больше 30 лет тому назад, когда впервые я сказал Богу, прости меня, пожалуйста, и я пережил это обращение в своей жизни. Я был подростком, который нуждался в Боге, но не понимал этого просто раньше. И я пережил смерть тогда от пневмонии, двустороннего воспаления легких, и потом было воскресение и, значит, исцеление полное. Но вот в короткий промежуток клинической смерти было мое первое обращение к Богу, первое покаяние. Я видел Его, я видел Бога, я видел Его глаза любящие, и я просил прощения в своих грехах. Мне казалось, я самый плохой мальчик, который жил на этой земле вообще, что хуже никого не было, мне казалось. Мне было 13 лет, но мне казалось, я самый плохой на этой земле вообще. Потому что то, что я видел, это было прямо противоположено тому, чем Он являлся, Его любящие глаза, и моя жизнь совсем другая вообще. И я лишь одно говорил, просто от всего сердца, я не знал, что Бог есть вообще, перед тем, как умереть, и я не знал, что Он может всего-либо прощать. Но вот Его любящий взгляд, Он просто встерял какую-то надежду, знаете ли, я говорю ему, Бог, пожалуйста, прости меня. Вот примерно так я говорил. И знаете ли, что я видел картину, которую не забыть? Как бы невидимая рука. Я не видел руку, но понимал она ты как рука. Знаете ли, там другое немного представление. Там то, что ты подумал, это сразу все знают. И вот как бы рука, она вытирала вот эти вот кадры, они удалялись. И притом так удалялись, что такое было ощущение, что спроси Бога сейчас, Бог, а помнишь вот то, что было? О чем ты вообще? Вот настолько сильно удалялось. Вообще полностью, то есть Бог сознательно, осмысленно, будучи всемогущим Богом, принимает решение, вообще полностью этого. Это потрясающе. Я такой слайд испытал, говорю. Каково уже было мое удивление, когда много лет спустя, читая в оригинале, ивритские эти термины, слово прощение на иврите, буквально первое значение, невидимая рука удаляет, удаляет, вытирает все, все твои грехи. Потрясающе. Я когда прочитал это, я вообще думал, я же это видел, я же свидетель всего, потому что на самом деле рука удаляла, вытирала все это, а в оригинале это все было прописано, оказывается еще, представляете? Еще в те времена, в оригинале Моисея. Слава Богу, друзья. Потрясающе. Слава Иисусу Христу. Вопрос такой, что вы думаете об исламниках, к этой вере относиться? Ну, жалко очень представители этой религии. Я много проповедую мусульманам, проповедую, говорю об Иисусе Христе. Потому что у мусульман, если они грамотные, если они читают Коран, книгу свою, называя ее Божьим Словом, это ложное, конечно, понимание, но в Коране есть вещи, которые перекликаются с Писанием. Потому что Магомед записал это, ну, с его слов было записано все это через шесть столетий, после того, как была записана уже Библия Нового Завета. И поэтому многие вещи там из Ветхого и из Нового Завета перекликаются. Но, говорится все настолько в перевернутом виде, диву даешься. У меня есть лекция об этом, отдельные семинары, можете их скачать. В Одессе, в Мессианском и Библейском институте, в Мессионерском, я об этом подробно рассказываю. Тема называется «Сравнительное богословие. Христианство, Ислам, Иудаизм. Главные идеи, я сравниваю, допустим, доктрину спасения в Исламе, в Иудаизме, в христианстве. Классические именно взгляды и того, и другого, и третьего. И тема спасения, оправдания, освящения. И по всем этим трем религиям, когда мы проходим со студентами, мы понимаем, что только Иисус Христос спасает нас от ужаса, от кошмара, религиозных вот этих заблуждений, будь то христианских, мусульманских или иудаистских. Есть лишь один выход обратиться к Иисусу Христу. Реального Бога пережить в своей жизни. Только настоящее христианство во Христе Иисусе дает ответ спасения человеческой душе. Ислам считают религией антихриста. Религия очень опасная. И я рекомендую прослушать, если у кого есть возможность, прослушайте Сибирода, программу Сибирода об этом, где это рассказывается. И люди, которые вышли из этой религии, они делятся вот этими учениями. Допустим, в Коране говорится вкратце, что якобы Иисус не умирал на кресте. Якобы Он не воскрес, соответственно, из мертвых. Библия говорит нам Нового Завета, что тогда вера наша тщетна вообще. Если Христос не воскрес, вообще все попрасно вообще. Больше того, говорится, что Иисуса Бог просто забрал на небо. Они верят в Вознесение. Но без креста и воскресения Вознесение не имеет никакого смысла абсолютно. Много других есть заблуждений в Коране, но, наверное, это самое дегтринально опасное заблуждение. И мне очень жаль, что миллионы людей, сотни миллионов людей обманут этой пропагандой ложной. Хотя, хотя, в Африке, насколько я помню, из отчетов христианских сообществ, до восьми миллионов человек ежегодно от ислама обращаются и принимают Иисуса Христа своим Господом Богом Спасителем. Вы видите, что сейчас в Нигерии творится. Пытаются на севере Нигерии, в других регионах Африки исламисты пытаются запугать тех, кто выходят из ислама. Пытаются убивать, насиловать, грабить, сжигать дома, церкви, взрывать. Пытаются террором запугать. По плодамах узнаете ли, друзья мои. Вообще, ислам, есть мирный ислам, есть воинствующий ислам. Мирный ислам это светский ислам. Я встречал таких мусульман, которые, ну они Коран не читают, в мечеть может раз в году заходят. Это мирные мусульманы. Как правило, они не воинствующие и они безопасны. Они обычные граждане и как бы на них можно положиться где-то. Но, те мусульмане, что каждую пятницу ходят в мечеть, те, которые читают Коран, те, которые углубляют в свою религию, они становятся очень опасными людьми. Социально опасными людьми и доктринально опасными людьми. Я много знаю таких примеров, друзья мои, слишком много примеров. Вот, к сожалению. Ну ладно, друзья. Кстати, я знал одного священника, бывшего священника православного, который стал мусульманским сейчас служителем, богословом. Это Али Полосин. Он был отец Вячеслав, теперь он Али Полосин. в Москве проживает, он, значит, является сейчас исламским, одним из исламских служителей. Я с ним общался, и каково же было мое удивление, что этот человек, он говорит, значит, вот, я был христианином, теперь я мусульманин, я был в заблуждении, теперь я в истине. Я говорю, а почему, брат, ну расскажи, пожалуйста, ты священник, я священник, мы же понимаем, мы же думаем лучше, наверное. Он говорит, а вот я иконам поклонялся, значит, мощи целовал, а теперь я понимаю, это все мерзость, потому что Бог это запрещает. Я говорю, стоп, я это не делаю, но я остаюсь христианином. Зачем мне уходить? Вы знаете, я в Киеве также одному проповедовал человеку, он попал в исламскую, это тоже структуру, стал учиться в исламском университете киевском, и я ему говорю, друг говорю, он был сам в Западной Украине и служил с детства в храме православном, помогал священнику, был дичком в церкви. Говорю, а почему ты прошел в ислам? Он говорит, а вот так и так вот, вот иконы, мощь, кресты, я понял, что не в этом Бог, а Бог, он невидимый Бог. Говорю, знаешь, тебя обманули вообще. И спал иногда в пламя. От волка, как я понялся, на меня нарвался. Слушай, друг, ты от одного зла в другое зло попал, но ведь Христос этому не учил. Христианство, если другое, не только, но как ты знал вообще, религиозное. Чаще всего, вот как в случае с Вячеславом, Алиже, Богосиным, я скажу, что это случай именно опасный, что христианин без Христа, не пережив Христа в своей жизни, он становится легкой добычей вот таких вот сект, культов и лжерелигий, как и является ислам и другие религии. Что послужило поводом перехода от традиционного православия? Каким был этот переход? Ну, я уже кое-что рассказывал о своем приходе, уходе, доходе. Да, друзья, но не так все просто вот, конечно, потому что реформация, это больно, скажу, но это очень важно. Может христианин иметь бесов? Ух ты! Это как булка с изюмом, да? Как вы проводите служение, освобождение, если проводите в контексте истории христианства? Нет, вообще, конечно, мы все можем. Значит, и есть разные проблемы у христиан, но, если серьезно, освобождение, это очень важная статья служения христианства. В нашей церкви это служение только набирает силу. Мы служим не в храмах с куполами, с крестами, у нас нет пока таких храмов, мы аренуем помещения в разных местах Киева, в Украине, но там, где мы проводим служение, мы часто молимся за освобождение от бесов, потому что очень часто вот служение реформации православной церкви, связанной именно с служением освобождение от бесов. В частности, у нас есть в церкви в Киеве примеры. Одна из сестричек была монашкой, допустим, несколько лет была монашкой, жила в монастыре на Подоле в Киеве, и у нее была очень сложная степень одержимости, вот она была реально одержима бесами, которые не сразу проявлялись, но во время молитвы, молитвы в духе очень сильно проявлялись. И мы молились, бесы уходили, но я молился, изгонял, дьявол уходил, но, но проходило некоторое время, и все на круги свое возвращалось. Знаете, и потом, и я, и наши братья, другие заметили такое совпадение интересное. Когда она освобождалась, все было хорошо, но потом, проходило некоторое время, она стала, опять начинала говорить, но все-таки Мадушка Богородица, как же там, как же святые, вот я ж не молюсь, значит, жить этим уже, этой верой. И когда она допускала такую мысль, бесы снова возвращались, и все по новой. Потом, когда она уже сама созрела к этой молитве и сказала, что во имя Иисуса, я отрекаюсь от молитвы Богородицы святым, во имя Иисуса Христа, вот тогда было освобождение, и после этого уже бесы не возвращались. Она получила освобождение, получила исцеление, получила и физическое исцеление, и душевное исцеление, это было потрясающе. И много таких примеров, очень много. Плачущие иконы, источник мира, что такое? О чем дема плачет? По ком слезы пьет? Кстати, Петр Первый издал такой указ, насколько я помню, из истории. Кто слышал об этом уже? Читал? Что если в каком селе икона заплачет миром, то Поповский занят забыл плакать кровавыми слезами. И все. До самой смерти Петра Первого перестали чудеса. Икона больше не плакает. Знаете, значит, ну Петр Алексеевич, вон веки не пойдешь, он уже сам сусам. Он побывал в Европе, даже вот окно решил прорубить туда. И, в общем-то, он посмотрел, как там дурили, значит, католические аферисты, население Европы, раньше. Посмотрел в Амстердаме, музей тогдашний. И ему все это показали. Конечно, вернувшись к себе домой, он насмотрелся вот так вот, таких чудес, и порол этих батюшек, и потом отказались, эти батюшки больше такие аферы проворачивать. Чаще всего это дело рук религиозных аферистов. Значит, чаще всего. Хотя, очень много похожего на историю СНЛО, когда свидетелей много, но конкретно ничего не доказать вообще, абсолютно. Люди убеждены, что они исцелены, но на поверку выясняется, что болезни те же самые есть. Но они говорят, но все-таки лучше стало уже. Потом уже, перед фактом, когда остановятся они. На сегодняшний день, пока, я ни разу еще не видел ни одного случая исцеления от мощей или от иконы, или от крестов. Мирночащих или чего-то еще. Может быть, я встречу такого человека, но пока не встречал еще. Значит, потому что те случаи, что говорились мне, что вот это было случай от мощей, на поверку потом выяснялось, после разговоров, после знакомства, личного общения, выяснялось, ничего такого не было. Просто попытка выдать желаемое за действительное было. Вот в этом и опасность религии. Знаете ли что? По поводу плача. Я не исключаю, что возможно, где-то есть сверхъестественное проявление. Возможно, вот именно касательно мощей, допустим, или плача иконы. Но в таком случае это не божье чудо. Потому что настоящее божье чудо проставляет Бога, Творца, а не творение, не изделие у человеческих. И, конечно, ужасно, что сегодня много людей одурманены ложной религиозной пропагандой. Я никогда верил в плач икон, допустим, в Нижегородской области, потом в Дивеево ездил, в Москве, в Московской области. Я жил тогда у себя в селе на приходе, был настоятелем прихода, но выезжал в монастыри некоторые и на исповедь, и по святым местам, как говорится, да? И мне показывали эти иконы, но они не плакали. То есть я, может быть, я слишком большой материалист, я не знаю, но мне хотелось всегда посмотреть, как бы потрогать, что ли. Не знаю, но вот я такой, допустим. Даже в моей жизни было много чудес, но даже этим чудесам мне трудно было как бы до конца сразу поверить. То есть мне нужно было сначала это все пощупать, как бы, да? Убедиться. Ну, мы все разные просто люди. Вот кто-то очень быстро верит, кто-то не так быстро верит. У меня позе сожигания, может быть. Мне посложнее поверить в некоторые вещи, допустим. В моей жизни были разные чудеса. Допустим, вот в 2003 году я молился за воскрешение умершего человека. Он воскрес, а я все сомневался. Он уже живой, он же исцелился даже, уже полностью исцелился. И неисцелимые раны исцелились, а я все сомневаюсь, Знаете, вот как тот еврей, верю Господи, помоги моему не верю. Знаете, вот как бы сложно порой. Милиционеры, уже неверующие милиционеры поверили, а мне все сложно поверить в это все. То есть разные, мы все очень разные. Может быть, это даже спасло меня даже, вот несколько раз от таких неправильных действий в своей жизни. Один мой знакомый журналист, он сам в Одесской области жил, теперь он в Киеве живет у нас, и сосед. Он раньше был традиционным православным. И он рассказывал случай такой, который повлиял на него, тогда традиционного православного человека, журналиста, искать Бога живого, и впоследствии выйти из традиционного православия. Этот журналист, он описывал это в газетах, но я лично имел возможность с ним беседовать не раз на эту тему. Он рассказывал, что в Одессу привезли икону Николая Второго, которая плакала, значит, и, как бы, об этом писали в газетах, говорили на телевидении, народу немерено сошлось, одесситы, очень своеобразные люди, я очень люблю Одессу, там часто бываю, и вот, скоро снова собираюсь туда. Значит, у меня там много друзей, евреев, христиан, очень разных людей. И, знаете ли, что интересно, люди все шли туда посмотреть на эту икону, чудо такое, вот, икона плачет, говорят, всем было интересно, но никто не видел этого плача. Самое интересное, как потом и я снялась. Но, признаться, что король голый, ну, не хватало духу, как бы, знаете ли, и этот журналист, он, как бы, я говорю, занимал очередь, специально занял очередь, а стоял на той очереди, поговорил по дороге с людьми, пообщался, послушал, о чем люди говорят, знаете ли, и религиозные, и светские, разные люди в этой очереди стояли. И, говорит, передо мной женщина была, ну, явно нездоровой психически, ну, клягушами их называли на Руси раньше, знаете ли, и эта женщина, именно она перед иконой стала вопить, что она видит плач иконы. Я, говорит, и так, и сяк захожу, уже стою, меня уже просят, гражданин, пожалуйста, пройдите, всем хочется посмотреть. Я уже задержал движение очереди, как бы, но я, говорит, не увидел слезы, а женщина вопила, она видела слезу, видела слезы, ее под белой ручкой в сторону вели, и с ее слов записали монахи, в свои эти талмуды, что так вот так, такая-то гражданка, жительница города Одессы, видела плач, иконы, а я, говорит, не вижу. Значит, пришел к настоятелю этого храма за интервью, вопрос один, другой, пятый, не сядет, а потом, среди прочего, спрашиваю, почему, говорит, не все, говорю, видят этот плач? Некоторые видят, некоторые не видят. И батюшка сказал так, это не всем еще дано увидеть, как бы. Нужно иметь особое помазание. Ну, и как бы, вот мой товарищ, знакомый, он просто понял, что пора снимать религиозную лапшу сушей, пора освобождаться от этого всего. И, друзья мои, конечно, много зла, но есть выход, Иисус Христос, а мы, и есть Божье Слово, которое разоблачает всех религиозных аферистов, православных, протестантских, католических, любых абсолютно. Благодатный огонь, ну, я об этом уже говорил уже, что это такое, что это большой обман, большая афера, религиозно-политическая афера. Негативный, почти враждебно отношение к православных, РПЦ, к нашей церкви. Сильно горчает отношение, да, ну, не горчайтесь, молитесь, благословляйте, вот, я лично даже от вас прошу прощения, от лица русского православного зала, хотя я уже не отношусь к ней давно уже, но, все-таки, вот, перед вами стоит живой свидетель, который раньше тоже не упускал возможность камня в огород пустить вот таких же церквей, а теперь пошел на жизни такой, вот стоюм, припаянный, манадос. Но здесь правильно написано, отмечено, что это отношение служители передают из своей пастве. Ну, каков клуб, таков приход, да? Разве они не читают Слово Божьей, любви, но, к сожалению, чаще всего вообще не читают, чаще всего. Это очень большая трагедия, конечно, русских священников. Разве священнослужители не знают, что основной, основой нашей церкви протестантов является Библия, о главе Иисуса Христоса. Кстати, именно это и раздражает. Я сейчас. Серьезно. Именно это, как раз вот за это и не любит вас. Я буду фуковать. Но у вас есть выход. Будьте самим собой. Будьте просто христианами. Благоставляйте. И Бог может противников сделать друзьями. Знаете ли, ну, даже, скажу так, вот смотрите на меня сейчас, на батюшку. Почему я с Христом, значит, прихожу в рясе. Я иногда и в костюме, да? Но чаще всего в рясе. Почему? Хотя сейчас не в своей церкви. Почему? Чтобы вам дать как-то, ну, стимул верить, что ли, что не все батюшки такие, что бывают разные батюшки. И что Бог может дарить чудеса, что может Бог и батюшек спасать. Поэтому, если не верите, может, меня пощупать, помолиться, значит, за своего батюшка, за каких-то других батюшек. Лично я и часто, и в личной молитве, и в церковной молюсь так, и в гостях тоже молюсь так, что, Господь, говорю, то, что ты совершил в моей жизни, совершил в судьбах тысячи священников православных. Пусть они будут служителем примирения, примирения во Христе Иисусе. Пусть они несут Слово Божье. Потому как, Бог очень хочет спасти этих людей. Потому что, если слепые ведут слепых, то они попадают в яму. Кстати, и это очень серьезная проблема, ведь, как такового библейского понимания спасения сегодня в церкви православной нет. А ведь это большая беда. Друзья, у нас времени уже не осталось. Уже шесть часов. Я хочу завершить именно ответами на вопросы. В Писании говорится, есть грехи к смерти. Что за грехи? Очень долгий ответ, но вкратце можно так сказать, что те грехи, что нераскаяны, когда человек, он знает праведный суд Божий, что делающие такие дела достойно смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют вот такой грех, на точках смерти. Это и холаном Духа Святого, и это грех непростительный. То есть, тот, который нераскаян, когда человек, он находится в нераскаянности, в ожесточении, это и есть грех к смерти. И здесь Павел, допустим, однажды даже предал в руки сатане. То есть, отказался уже покрывать молитвами таких людей. И нам очень важно молиться за покоение всех людей. Но если вы говорите Слово Божье много раз человеку, а тот хулит, лучше перестаньте это уже. Делайте просто предать в руки Бога, и Господь знает, и спастит душу. В вашей церкви есть икона, и поклоняйтесь ли ей? Нет. Мы уже другой ориентации. И хотя в некоторых наших церквях есть иконы, но иконы не такие, знаете, с нимбами такими, с умильно такими дебильными лицами, каким-то... Нет. Мы изображаем иконы такие, ну, нового формата, нового поколения иконы. Такие радостные, такие живые, такие, где Иисус с учениками, ну, как-то, допустим, библейские истории какие-то, допустим, из календарей, что-то такое, иллюстрирующие Библию, но не для поклонения, ни в коем разе. Кстати, у нас храма нет, в Киеве даже нет храма, но есть проект создания храма, строительства храма, но вопрос, вот в чем уперся еще, ну, так, внутри нас, как бы, внутри самих священств, что будет внутри? Как быть вообще? И идея такая возникла, и у меня, и у братьев, как бы одновременно, сделать такие живые иконы, большие плазмы, значит, икона такого нового формата, и там кадры, или слайд-шоу, или, значит, допустим, эпизоды из фильмов Иисус, там, страсти Христовы, в разные периоды служения разные такие вот кадры включать. Тоже, пожалуйста, живые иконы, но не для поклонения, а для иллюстрации. Так, друзья, как вы относитесь к свидетелям Иегова? Я считаю их лжесвидетелями Иеговы. Я не считаю их свидетелями, на самом деле. Большая разница быть свидетелем и лжесвидетелем. Потому как Иисуса Христа, не пришедшего во плоти, это дух антихриста, провозглашается. И мне очень жаль этих людей, очень жаль. И я часто пересекаюсь с такими людьми, проповедую им по возможности Слово Божье, не так, как их научили, а так, как Бог говорит в Гиблии. Потому как система религиозная, она заставляет их читать Библию лишь в одно направление, лишь отдельные фрагменты Писания, но ни вправо, ни влево. Они говорят в таком случае, вот у нас есть верный раб, вот там, в Бруклине, который вот указывает, как нужно понимать. То есть, мозги отдаем ему, и он сам решает. Умчасть и совесть наша. Но, знаете ли, что, друзья мои, на самом-то деле нельзя ссылаться на Бруклин или на Ватикан или на что-то еще. Надо осознать личную ответственность перед Богом. Каждого из нас есть ответственность перед Богом. Пастор не даст за себя отчета. Да, в чем-то мы друг за друга тоже дадим отчет, но, в первую очередь, за самих себя, перед Богом. Поэтому, будь то в какой системе, протестантской, православной любой, но важно, как говорил Сергей Сергеевич Аверинцев, уже покойный, академик российский, заходя в храм, я, говорит, снимаю шляпу, но не голову же. Поэтому, приходя в церковь, молитвенный дом, храм, костел, синагогу, куда угодно, снимаю шляпу, допустим, но не голову. Расскажу тебе о плачущих ходах, уже рассказал уже, это очень интересная история. Третья книга Иезда, как вы к ней относитесь, в канонической Библии ее нет, но лучше и не читать ее, я честно говорю. Хотя много интересного, есть в книгах не канонических, у меня есть эти книги, конечно же, но я их не цитирую на служение, потому что это часто соблазняет некоторых братьев и вводит некоторые неправильные понимания. Дело в том, что книги Маховейские, допустим, вторая, третья книга Иездры, другие писания неканонические, Ветхого Завета, Новозаветные есть неканонические писания, они частично перекликаются с тем, что мы читаем в канонической Библии. Частично. Но частично они не совпадают и приносят некоторую смуту. Поэтому очень нужно осторожно читать подобную литературу. Как вообще любую другую литературу, любого проповедника. Мои профи, слушайте, слушайте на здоровье, но фильтруйте Словом Божьим. Мало ли, некоторые вещи, которые я говорил еще лет 10 назад, сегодня мне стыдно за эти вещи, и я говорю, чтобы никогда такого я больше не говорил. Но, знаете ли что, потому что я расту, укрепляюсь от силы в силу, от веры, веру перехожу, и все нам нужно учиться в школе Христа Иисуса. Аминь. Друзья мои, я хочу вас благословить под занавес добрым библейским еврейским благословением. Я даже взял талит сегодня суббота, шаббат, и у меня есть такое еврейское молитвное покровало. Одна еврейская, мессианская девочка в Америке мне дала этот талит, еврейское покровало. Я часто одеваю его, благоставляя и у себя в церкви, и благоставляя в гостях тимули, суббота, сам Бог велел эти благословители. Вот, и давайте мы встанем возниками благословить вас на еврейском языке и на русском языке. На еврейском, потому что это очень даже на самом деле важно, потому как на еврейском языке некоторые слова этого благословения имеют очень много значений. И не хочется вас как-то покрадывать, хочется, чтобы все эти благословения пришли в вашу жизнь, в вашу судьбу. В этом благословении хочу благословить всех вас присутствующих. Хочу благословить вас и сегодня, и в день вечный. И хочу благословить вас и тех, за кого вы молитесь, кого сейчас нет здесь. Тех, кто не смог до конца быть ушел. И всех любящих и боящихся Бога в этом городе древнем. Пусть Бог благословит дверь. И Он снег послал на этот город. Знаете ли, и солнцу повелел освятить в этом городе всем и добрым, и злым. И пусть его боговедением, именно богопознанием наполнится на земля. Пусть его благодать изливается в это время. Благодать еще не закончилась. Сегодня удивительное время, которое просто-напросто не имеет аналога. И хочется в этом времени максимально прославить Бога. У меня не получилось сегодня много говорить об истории христианства. Больше получилось говорить о разных примерах из своей жизни и из истории церкви. Немного. Но для тех, кто желает узнать историю христианства больше, и вообще знать ее, рекомендую прослушать лекции моих о истории христианства. Их можно в сети скачивать. На нашем сайте, сайте Украинской Реформатовской Православной Церкви есть ссылочки некоторые. И пусть Бог благословит вас, и пусть Господь избавит от, я еще раз говорю, от такого злого духа, критицизма. В той записи было сказано, что неужели все погибают. Знаете ли, Илья был однажды в отчаянной ситуации. Он думал, что он один остался в Израиле. Я думаю, это было очень большим стрессом в его жизни. Он был подобным человеком. Он не был суперменом, бэтменом, он был обычным человеком, простой еврей, который был в отчаянии, просто и седовал на свою жизнь. Он остался один, он думал, во всем Израиле, кто был верен Богу. Все остальные евреи повернулись тылом к Богу, к сожалению. Он так размышлял, но Божеский ответ был другой. Бог сказал, что у него есть те, которых не знает Илья, но которые, те евреи, которые все-таки, даже находясь в отступнической системе тогдашнего иудаизма, несмотря на Иезавель, несмотря ни на что, они своих колен перед валом не склонили. Они не были на передовой, да. Бог их не оправдывал этим самым. Они не заявляли о своей вере вот так открыто. Бог не оправдывал их и не осуждал их. Он просто факт констатировал, что эти люди колен перед валом не склонили. И знаете ли, в разных системах есть разные люди. Однажды на служение я проводил в Харьковской области, пришел один брат, он все служение проревел просто вообще. Я не мог даже в его сторону смотреть, как только он все проревел, плакал. Оказался, это пастор адвентистской церкви местной. Он пришел послушать, и Бог так коснулся, Дух Святой так коснулся его сильно. Он просто проревел все служение. И знаете, потом он подошел, мы общались, и он сказал такую вещь, что ему Дух Святой сейчас открылся в этом служении. Много я боюсь, в моей церкви это не принято вообще. В моей церкви меня не поймут, это не принято вообще. То, что я здесь открыл для себя, как Бог не открылся, меня не поймут. И он принял решение остаться в своей системе, в своей структуре. Мы так расстались, я благоставил его. Он сам решает свою сумму. Я не могу за него принимать решение. Каждый принимает сам решение в своей жизни. И можно тысячу раз уже поменять это решение в своей жизни. Но знаете ли, пока мы в том месте, где мы избрали быть, но где завтра мы не знаем. Но каждый день, порой, мы какие-то решения принимаем в своей жизни. Но есть очень важное решение следовать за Господом Иисусом Христом, невзирая на лица, невзирая на то, что знаете ли, система тебя не поймет, люди не поймут. Лучше слушаться Бога. И пусть в этом благословении Дух Святой, Он даст решимость в наши сердца, в сердце каждого из нас следовать за Ним. Несмотря ни на что, грести, идти до конца. Дух, на рыбу, течет по течению, плывет, но живая, она против течения, плывет. И не всегда против, но когда надо, еще против. Не нужно, мы должны всегда идти против чего-то, нет, но мы должны знать, когда нужно идти против, когда идти за течением. И пусть Господь, Он даст нам здравый ум свой. Мы имеем ум Христов, мы имеем великую честь вообще. Ты скажешь, я не имею высшего образования, не беда, доверься Ему. У Него высочайшее образование. Иисус, Он знает все. Иисус, тебя видел там, как Он, помните, сказал одному брату, под смоговницей, никто не видел этого. Но Иисус это видел. Он видел тебя, когда ты говорил Богу, от всего сердца, Бог, Бог, прости меня, пожалуйста. Бог видел твое сердце, Он видел твое жизнь. Когда тебе было тяжело, когда тебе было радостно, Он видел тебя, где бы то ни было. И Он любит тебя. Уважает твой выбор, даже неправильный выбор твой, Он уважает очень себя. Он очень слишком любит человека, чтобы как бы пренебрегать. Но сделай правильный выбор, следуй за Христом. И в этом благословении очень хочу, чтобы Бог Авраама, Исаака, Якова, чтобы Отец Небесный, Иегова, Создатель наш, чтобы Он обратил Своё лицо светлое. И как в одном из переводов сказано, один из вариантов перевода, и улыбнулся. Исаака, Субтитры подогнал «Симон» 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 Благодарю тебя за дверь, благодарю тебя за сердца моих братьев, сестер, ищущих тебя, любящих тебя. Боже, благослови, обрати свое лицо светлое на всех собравшихся нас здесь под твоим святым покровом в этом здании церковном. Благослови нас собравшихся и благослови дорогих нашим сердцам людей. Благослови, Господь, наши семьи, наших жен, мужей, детей, внуков, родителей. Благослови, благослови Бог святой, спаси людей, любимых нами, за кого мы молим тебя, просим тебя. По великой своей любви спаси этот город, спаси людей в этом городе, богатых и бедных, умных и не очень умных, красивых и не очень красивых. Ты любишь всех нас, Бог, и в твоих глазах мы все красивы, все умны и здоровы. Ты хочешь видеть, Господь, людей здоровыми, сильными, Господь, мудрыми, Боже святой. Ты хочешь дать нам мир свой. Благослови, Господь, обрати свое лицо. И ты от века нас видел, Господь. Ты видел, Господь, нас тогда, когда нас еще и не было. Ты видел нас тогда, когда были в утробах наших матерей. И наши мамы не знали, беременна они или не беременна. А ты знал нас уже, Господь. Благослови нас, Боже. И сейчас, Господи, с миром, пусть Вишалом, Твой мир будет в наших сердцах. В завтрашних служениях, в разных церквях, Бог, приди к духам своим святым Господь. Благостави, Господь, все собрания народа Твоего, Божия, как бы они ни назывались, ЕХБ, ХВЕ, как-то еще РПЦ, Бог Всемогущий, просто посети те места, где призывается великое имя Иисуса. Пусть, Господь, любовь Твоя спасает грешников. Пусть оковы рушатся, дьяволы. Пусть выводят из темницы на свободу люди, Господь. Боже, пусть в каждом храме, молитвенном доме, пусть служение, примирение с Тобою будет, Господь, во имя Иисуса. Особенно прошу Тебя за священнослужителей, Господь Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал в моей жизни, Боже. Но прошу Тебя, Господь, Боже, веди по жизни, Господь. И спаси тех также, кто является лидером, Господь, священником, но сам еще слеп и ведет за собой слепых в преисподне. Да не будет такого, Господь Святой. Спаси эти души, Господь. Боже, и пусть Твой шалом придет сейчас в наши сердца. На этот мир опускается тьма, но свет, который есть Ты, не погасит никакая тьма. И в наших домах, в наших северах, в наших сердцах всегда догорит Твой свет, который никакая тьма, да не погасит. Во имя Иисуса Христа. Слава Богу! А будьте сменны великому Богу! Слава Богу!